то есть ты серьезно что-то затираешь про философию ты не смотрел того же берсерка вот мне кстати говорили недавно посмотрите я не посмотрел катастрофа с кем я общаюсь ладно я думаю можно начинать уже представление все порядок камера по что взгляд в камеру 19 раз то делаю доброе время не суток парни не совсем парни после длительного перерыва скучный подкаст таки возвращается на ваши экраны сегодня у нас 19 выпуск и я всегда говорю что в гостях мне необычные гости но сегодня у меня гость с весьма незаурядными ачивками и незаурядность этого гостя заключается не столько в том что у него очень приятный асмр голос которым он покорил сердца миллионов людей да у него есть youtube на канале из подписчиков которым можно в принципе сделать отдельный город но любим моего и уважаем за то что у него есть паранормальные способности в разборе весьма интересные информации в самых разных сферах жизни а также есть умение эту информацию сортировать и рассказывать весьма простым языком в гостях у меня глеб карпов автор канала простые мысли для привет и не приобретен то здравуюсь с людьми на подкасте протягиваю руку про сегодня чуть другой сетап приветствую зрителей здравствуй глеб я знаю что ты несколько раз меня настоятельно просил не расспрашивать вопросами о тебе но все-таки как это сказать даже не смотря на то что ты как я понял не являешься большим фанатом самого себя я вынужден тебя чуть помучить и все-таки попросить рассказать немножко про феномен канала простые мысли как он начинался и мог ли ты подумать о том что там будет сколько полтора миллиона подписчиков тогда когда начинал в принципе записывать первые видео просто причины по которой я не очень люблю рассказывать про историю создания канала лежит в том что я искренне считаю что это просто удача вот мне повезло оказаться в определенном месте в определенное время и звезды сложились таким образом что вот именно я его веду я не думаю что в этом есть какая-то большая большая моя заслуга создание этого канала но это фактически рандом или случайность позже но у меня высвободилось время потому что мне не приходилось ходить на обычную работу я мог посвящать его ресерчу постоянным гуглам каким-то просмотром вида видосов подкастов на английском языке и распространение этой информации на российскую аудиторию поэтому ну вот насколько это скучно вот поэтому я и не очень люблю об этом рассказывать ну и то же самое может стать про остальные каналы то есть да может быть меня получается работать информация нормально но все же ничего необычного в этом как будто бы я не вижу знаешь ну по твой речи уже можно как бы сразу же сказать что ты страдаешь перфекционизмом потому что любой человек который хорошо делать свою работу и который страдает этой самой болезнью если так можно выразиться он всегда говорит ну я делаю нормально вот целом ну нет как бы слушай я как человек который тоже очень любит рыться в каких-то скучных статистических фактах могу сказать что ну твой левел анализа он действительно очень очень высокий прям для человека у которого столько подписчиков он пугающе высокий потому что опять-таки тоже возвращаясь к нашим недавним разговорам как мы с тобой говорили что большинство людей которые ну скажем так завоевывают мейнстримные медиа они обычно больше заняты тем чтобы разобраться в том как это дело продвигать чем непосредственно разобраться в вопросе вот ну да учитывая что ты говоришь кратко я пользу тебе не очень хочется рассказать про свои каналы я могу сказать я могу сказать так вполне возможно что мной просто движут комплексы я был когда-то в свое время тотальным рабом своей аудитории когда только начинал каждый комментарий для меня имел огромное значение приходил какой-нибудь вася и выбирал где ссылки на научные исследования я тогда учился читать научные исследования потому что мне чувак написал в комментариях до того как я начал канал я ну конечно почитывал какую-то научпоп литературу но у меня не было желание заходить на pubmed или там google scholar смотреть какие-то специфические темы и погружаться в них глубоко я практически не читал специализированную научную литературу и ну во многом канал меня создал они наоборот поэтому ну наверное благодарить за это стоит какое-то вот сочетание детских обстоятельств вполне возможно что именно из-за этого я сегодня там чуть больше внимания уделяю ресерчу чем кто-то другой интересно а вот скажи на самом деле мы сразу ныряем в тему психологии хотя я думал отложить чуть на потом но в целом феномен комплексов на твой взгляд это ну логично что мы мужчины мы можем говорить за мужчин исключительно вот для мужчин комплексы это хорошо или это плохо ну наверное смотря какие комплексы но я думаю что да мужским развитием движет в основном комплексы но я бы не хотел слишком там уж глубоко в какие-то личные подробности вдаваться но через такой около поверхностный анализ моей личной жизни могу сказать что мои отношения с отцом практически полностью в основании всего что я делаю на повседневной основе лежат то есть некоторые конфликты с которыми я столкнулся в детстве и которые продолжаются до сих пор ну по большому счету руководят большей частью моих действий я даже не пытаюсь этим бороться потому что во многом я являюсь заложником этих комплексов и на самом деле переживаю о том что если от них избавлюсь вполне возможно что я перестану быть настолько же внимателен и продуктивен но не то чтобы я прям сильно продуктивен но все равно даже это потеряю так что ну я по крайней мере по своей жизни могу это подтвердить невозможно что и ты тоже ну логично да я могу со многим согласиться из того что ты говоришь что это весьма знакомо но я на самом деле хотел больше про другое спросить в целом вот именно про феномен комплексов что вот тебе кто-то говорит в интернете у тебя комплексы ты это делаешь потому что комплексы стоит ли на это обижаться или ну здесь резон не просто пора плечами искать ну ну и что ну да ну ну есть что дальше ну наверное все зависит от того какой философской позиции ты придерживаешься если тебя в конечном счете интересует результат или там польза обществу или добро которые ты приносишь то неважно каким путем ты туда пришел если тебя интересует как бы внутренняя мотивация по которой ты совершаешь или не совершаешь добродетель то наверное тогда да ну я не уверен что есть правильные или неправильные конфигурации которые заставляют тебя поступать правильно какой-то человек может себя просто заставить не поступать плохо ну например человек с какими девиациями сексуальными он может например запретить себе определенным образом поступать и мы не станем его за это судить несмотря на то что он идет как бы против своей природы и наоборот если он будет идти согласно своей природе то мы можем его осудить и точно также работает в обратную сторону поэтому ну с моей точки зрения смотреть нужно на результаты конечно я думаю что на высоком уровне достижений это все начинает отображаться какие-то твои личные внутренние конфигурации могут превращаться в деструктив но пока этого не происходит можно наверное оставить это в покое но по крайней мере я за собой не замечаю таких тенденций поэтому и к психотерапевту пока что не спешу записываться хотя такой план есть может быть когда я буду чувствовать себя спокойно там в плане финансов и пойду займусь разберусь со своей головой ты кстати уже знаешь не первый человек творческой натуры который мне говорит что надо бы записаться к психотерапевту но вот когда не совсем понятно ну то есть наверное можно резюмировать и сказать что зависит от контекста зависит от количества этих самых комплексов зависит наверное но можно сказать что человеческих амбиций потому что я вот знаешь по многим каким-то своим знакомым по знакомым которые сами планируют свой день замечаю что они говорят мол дескать я люблю там пропускать завтрак даже не потому что это как-то там мне помогает следить за калориями или там перераскивать диета потому что я просто стараюсь чуть более злой и тогда я быстрее делаю утренние дела ну да с моей точки зрения если дает хорошие результаты то париться не стоит но опять же как бы вдруг ты вот ну скажем так вылечился исправил себе бошку и пошел начал делать всякие гадости может быть это и не нужно было лечиться знаешь да да конечный результат конечно же влияет вообще психотерапия во многом это же процесс просто заключение мира со своими тараканами в голове то есть ты вот себя принимаешь таким какой ты есть психотерапевт не занимается моральной оценкой того что у тебя в башке происходит он просто позволяет тебе это проработать с этим согласиться обнаружить это ну то есть вывести это на свет что произойдет потом но это уже вопрос второстепенный то есть это уже дальше вопрос там законодательства или психиатров уже простите товарищ майор пронин за такие советы вот ты знаешь я поэтому на самом деле всегда с каким-то скепсом относился психотерапии хотя я стал больше верить знаешь там во всякие методики типа там кпт комедийно-поведенческой терапии за последние годы ну просто опять же читая больше литературу на эту тему просто потому что ну вот у всех у нас же есть там определенная биохимия мозга очень много людей любят там рассуждать про дофамин где мне взять дофамин когда вырабатывается дофамин мое поведение зависит только у меня уровень дофамина ну правда там еще есть миллион других реакций мозгах которые происходят которые не зависит от дофамина но не суть а суть в том что как например я это тоже вижу что ты говоришь вот мы просто идем на какую-то определенную сделку своими чертами характера но ведь химия мозга не меняется по сути ну то есть и я поэтому как это сказать не то чтобы там пропагандирую прием антидепрессантов или тех же но просто почему мне нравится во всем этом копаться и почему я говорю что там не знаю вещи там типа ну их нибудь пептидных препаратов а-ля тот же там церебролизин который не работает да говорят представители доказательной медицины потому что мне кажется что отчасти психотерапия очень многом это лечение симптомов но это не устранение самой первопричина то есть то что человек просто как бы ну знаешь учится молчать или наоборот учится выпускать где-то такие эмоции это значит что триггер пропадает ну я не могу до конца с тобой согласиться все-таки не совсем сейчас до конца понимаю ну например если мы возьмем в контексте депрессии ну во многом та же когнитивно-поведенческая терапия по крайней мере при некоторых видах тяжести депрессии может быть более эффективно чем антидепрессанты в некоторых популяциях ну то есть большое количество людей на них антидепрессанты вообще не работают там около 20 ой 75 процентов людей и даже те 25 процентов на кого они работают это в основном так там первые три месяца вот недавно вышел метанализ 22 помогали даже 23 который показал что на огромных выборах там на десятках миллионов людей что антидепрессанты в долгую не работают и поэтому это сейчас вот такой большой вопрос как их вообще применять и в контексте именно психотерапия ну что делать людям на которых антидепрессанты не работают как задумано и причем допустим все антидепрессанты то есть вообще никакие ну может быть как раз когнитивно-поведенческая терапия которая по факту дает результат ну ты же сам читал исследование и как он может давать результат если химия мозга не изменяется если мы только не выводим сознание какую-то отдельную категорию но я в этом контексте этим не хочу заниматься мне кажется все равно это меняет химию ты знаешь большинство ирки которые я читал они все заключали что ну там были группа плацебо соответственно без интервенции группа кпт группа с антидепрессантами и группа кпт плюс антидепрессанты и лучше всех ну естественно справлялась группа где были кпт антидепрессант но честно я сейчас не могу с тобой апеллировать потому что я не припомню чтобы я читал что-то после 2008 года чтобы говорила о антидепрессантов долго срок типа там год-два т.д. и дальше ну на самом деле как сказать все антидепрессанты ни один антидепрессант не работает вот у меня на скучном подкасте здесь был в гостях такой замечательный доктор ну ты смотрел сатаном александровичем подкаст и я думаю что он бы сидел здесь он сказал что наверное просто антидепрессант подобрали неправильно или нужен был еще какой-то препарат понимаешь у всех эпидемиологических исследований есть такие ограничения то есть мы не можем сказать точечно что там кто подбирал в каком количестве но это в основном западные популяции там психиатрия довольно хорошо развита я так думаю что они там ну типа запариваться об этом чуть больше чем в том же снг поэтому ну я тебе специфики исследовать этого исследования сейчас не смогу припомнить но это не какой-то слух что сейчас под сомнение ставится вообще эффективность антидепрессантов и даже вот в еще одном мета анализе просто почему я так хорошо лишь помню их помню потому что как раз сейчас пытаюсь записать видео про депрессию уже не знаю полгода и у меня все больше и больше данных и вот еще один мета анализ показал что это вообще сравнение с плацебо эффект прям скажем мизерные которые при применении определенных статистических методов уходит полностью так что ну я не могу там достоверно сказать что они не работают более того я думаю что они скорее всего работают просто не на всех это нужно иметь такую особую химию мозга вот но на других-то с ними так как-то нужно работать я думаю даже ты согласишься что далеко не на всех работают антидепрессанты или по крайней мере есть категория людей на кого не работают все антидепрессанты ты знаешь по моему в гардене был выпуск такой ну за гарден журнал там именно как то назывался про over prescription of ssri in там типа western world и т.д. поэтому мне вот знаешь что кажется из того что ты говоришь опять-таки ну у нас не нет что-то исследование под рукой чтобы я мог его там как-то знаешь опровергнуть или просить такой доскональный анализ мне кажется что очень во многом когда говорят про большую выборку людей игре что антидепрессанты не сработали или эффект был вообще там близких плацебо или его не было в принципе заключалась в том что у людей которые поставили депрессию депрессии в принципе не было боюсь я не смогу вспомнить специфику этого исследования поэтому не смогу реагировать потому что это может быть вот поэтому мне кажется что когда ну что-то в принципе знаешь используют что настолько сильно влезает химию мозга антидепрессанты это не конфетки ну внимание шок контент то если как бы у человека изначально не было проблем с серотонином то ты не можешь как бы измерить ну какой-то где ты не получишь положительный результат из этого и тут же на самом деле тоже еще помнишь возвращаясь к тому как мы познакомились про дебаты про феностерид да что мы не можем измерить уровень серотонина в плазме крови потому что это ни черта не гарантирует что он прошел через гэп вот и получается что все что у нас есть большому счету это просто тесты зачастую но тесты которые ставлен даже хуже чем попсовый тест брейвермана и это все как мы измеряем типа была ли депрессия в принципе или может быть человек просто там слишком толстый слишком мало спит слишком у него мало социальных контактов и поэтому он чувствует себя не окей ну в теории можно придумать такой дизайн исследования просто он бы стоил дорого и мало кому это интересно потому что он спонсирует в основном фармкомпании исследования и ну к сожалению пока что вообще знаешь вот это интересная тема для обсуждения может быть мы когда-нибудь обсудим может быть не сегодня как по идее должны спонсироваться исследования давно над этим голову ломаю мне сильно не нравится что мне приходится ссылаться на исследования с очевидным конфликтом интересов и в западной среде люди на это просто закрывают глаза обыкновенно вот мне кажется что должны быть типа вот наш общины людей или там заинтересованные лица которые краудфандингом скидываются и получается исследования вот такие исследования я бы почитал вот но вот в мире фармы все настолько запутанно и хлипко что ну вот исследования по тем же антидепрессантам уже сколько выходят но до сих пор ходят споры ну то есть вот есть там академики профессора которые говорят да нет антидепрессантные работают другие говорят но они вроде бы работают но мы не знаем почему они работают третье говорят нет они мы точно знаем почему они работают и те которые говорят мы точно знаем почему они работают они тоже разделяются на 100 категорий. Один говорит, что это там увеличение там нейропластичности, второй там влияние на серотонин, четвертый, еще что-нибудь. Каждый, в общем, никто ничего не знает по итогу. Ну, то есть есть какие-то только гипотезы. Так что я думаю, что это из-за недостатка, вернее, из-за, по большому счету, неправильной методологии проведения исследований, именно с точки зрения финансирования. Ну, слушай, очень на самом деле, как сказать, это такая обширная тема, потому что зачастую исследования проводят люди, которые в теме мало чего понимают. Ну, то есть, вот знаешь, я могу привести классический пример из своей индустрии о том, сколько там подходов нужно делать на мышечную группу в неделю, чтобы она выросла. И ты очень часто можешь найти на подмедиа исследования, которые говорят действительно, ну, прям очень высокий confidence rate, что 3 подхода в неделю по 15 повторений на мышечную группу достаточно для того, чтобы вот был какой-то прогресс. Кто это делал и на ком проводил эти исследования, опять же. Ну, это условно, вот скажем, достаточно это будет тебе или достаточно это будет мне? Какой уровень тренированности людей? И понимаешь, я ведь тоже не могу здесь сказать на тему того, что а вы проводили исследования на реальных спортсменах, потому что спортсмены, к сожалению, тупые. И знаешь, ну, затащить их, проводить какие-то исследования очень сложно. И когда ты говоришь там, ну, даже возьмем не бодибилдера, а возьмем тяжелоатлета какого-то и скажем ему, ты должен есть один грамм белка на килограмм вес. Ты думаешь, он будет это делать? Ну, вот в сущности. И здесь, как бы, понимаешь, дело даже... Вот ты затронул один момент, что недостаточно финансирования, а исследования, в которых есть финансирование, там всегда есть конфликт интересов. Потому что, ну, за краудфандить хорошие исследования там по тем же статинам будет очень сложно, объективно. Вот. А еще ведь есть тоже огромное количество вариативности, условно говоря, какого уровня, ну, вот, ну, не знаю, как... Я знаю, что в комментариях точно люди будут писать на тему того, что этот черт очень много говорит английских слов, но я не знаю, как писать слово compliance на русский язык. Согласие. Согласие, конечно, это... Ну, типа... Ну, короче, то, что делает... Когда я говорю что-то по виновению, у меня ассоциация с BDSM или с чем-то таким, понимаешь? Ну, короче, да, низкий уровень compliance, забейте, что это за слово, вот, и проводить исследование таким образом очень-очень сложно. Да, поэтому в действительности мы живем в очень интересное время, когда вроде бы у науки есть огромное количество ресурсов, и у нас есть, ну, научно-исследовательские институты, которые могут этим заниматься, но нет денег, чтобы этим заниматься и провести нормально. Да. Это беда. Ладно, давай перестанем душнить. Вот, я хотел тебя спросить про нон-конформизм, я хотел тебя спросить про то... Извиняюсь за плавный переход темы, просто я боюсь, что так мы можем говорить два часа по поводу... Может, такое быть. По поводу одного научпопа. Давай поговорим про молодежный нон-конформизм, поговорим про такое движение, с которым, я уверен, ты знаком, как называется там, Трад Уэст на Западе, которое, ну, вот, грубо говоря, является полной противоположностью того, о чем нам говорит там современная социология. Что вообще на эту тему ты думаешь, на тему вот каких-то молодых людей, которые занимаются обосабливанием от общества, собираясь там тоже в какие-то там комьюнити, как, например, там, твое комьюнити и т.д. Вот этот культурный феномен, насколько это хорошо, насколько это плохо, какие есть в нем подводные камни? Ну, честно говоря, я не очень знаком вот с этим термином, который я сейчас упомянул, Трад Уэст. Я примерно по ассоциации слов понимаю, что это может значить. Ну, это типа такие традиционалисты, консерваторы. Изолируемся от общества, строим свои коммуны, мировой капитализм это плохо, у нас должно быть все за бартер, одна, у всех там одна семья, шесть детей, дети на домашнем обучении. А почему тебе задают вопрос? Потому что я знаю, что часть каких-то этих идей, ну, исходя из того, что я о тебе знаю, она в тебе находит какой-то отклик, но насколько вот ты считаешь, что радикализм здесь это хорошо, и вернее, знаешь, где вот эта черта сечения радикализма, когда это еще нормально, а не перебор? Я вот как отвечу на этот вопрос. Да, ты прав, что я во многом могу солидаризироваться чисто, ну, вот концептуально. Мне нравятся какие-то идеи, допустим, этих людей потенциально. Я, правда, не знаю, что именно они продвигают, но предполагаю примерно спектр тем. То есть сам по себе нонконформизм это же явление двоенаправленное, то есть оно может быть разным. То есть, например, в подростковом возрасте, пожалуйста, нонконформизм это очень хорошо, поскольку он способствует индивидуации. То есть ребенок должен отождествить себя для того, чтобы отождествить себя с другими или с группой. Он сначала должен отделить себя от этой группы, чтобы себя, в общем-то, обнаружить. То есть без этой индивидуации, без того, чтобы сказать, что я не являюсь этими и этими, он не сможет сказать, кем он на самом деле является. И поэтому вот задача очень многих тоталитарных режимов или там сект или чего угодно, это стереть эту самую индивидуацию и создать такие условия, при которых человек не сможет назвать себя отдельным субъектом. Вот. Поэтому в подростковом периоде, ну, в какое-то ограниченное время, вот восстание против мира и вот преодоление давляющей какой-то структуры, там, государственной или родительской, или еще какой-то, я считаю, что это позитивно, потому что это позволяет человеку встать на ноги. Но когда это уже, знаешь, у взрослых людей происходит, с моей точки зрения, это вот подросток, который забыл вырасти. Почему? Потому что нельзя забывать, что все-таки ты родился в обществе, и ты есть результат этого общества. Как бы ты ни старался там выпендриться, чтоб ты из себя не вытворял, какие бы книжки ты ни прочитал, сколько бы томиков Маркса у тебя не лежало под подушкой, ты не перестанешь быть продуктом вот этого постмодернистского общества, в котором ты живешь. И, ну, в общем-то, без шансов, что ты будешь вот этим традиционалистом, который начитался там Генона или еще кого-нибудь, ты все равно будешь постмодернистом. Вообще про традицию говорят только тогда, когда традиция мертва. Поэтому все эти люди, они очень сильно заблуждаются, и по большей части, мне кажется, это подростки. Ну, может быть, иногда по-другому, но я думаю, что по меньшей мере вот эти категории людей к ним тяготеют. Люди с несформировавшейся психикой, то есть которые не до конца прошли через вот этот этап отделения. Единственное, каким образом они могут себя назвать, это вот в противовес системе. Вот у нас выход из системы, у нас не так, как у всех. Мы отличные. Но больше они, кроме этого, ничего не могут сказать. Вполне может быть, что я ошибаюсь, поскольку я не очень знаком с этим движением, которым ты упоминал. Ты все правильно понял. Ну, да, мой взгляд такой. То есть я очень длительное время страдал как раз вот от этого синдрома недовыростов, то есть, ну, в общем, не до конца вырос. И с очень раннего возраста, там, лет, наверное, из десяти, и вплоть до двадцати трех, наверное, лет, все время с кем-то воевал. Меня выгнали из трех школ, из двух универов, с трех работ, наверное. Я нигде не мог прижиться, потому что я спорил с учителями, с преподавателями, с начальниками. И, ну, то есть это просто вот вне зависимости от их взгляда, вне зависимости от того, как они ко мне относились, это всегда было восстание. И вот это патологическое восстание, я считаю, что это патологическое восстание, рано или поздно должно превратиться. Иначе получается человек вот с такими проколотыми ушами, весь зататуированный, который всеми силами пытается выделиться среди других, ну, и, может быть, вот создает свои отдельные коммуны, или там танцует у костра, или, ну, вот на другой лад, это может быть, вот в России популярны такие движения. древних русов, которые там с разными посохами ходят и подобными вещами занимаются. Я думаю, что это не совсем здоровая история, и человек взрослый должен уже возвращаться в общество. То есть он, в общем-то, должен обнаружить себя в этом источнике, из которого вышел. Должен увидеть свое место в мире. Он должен сначала понять, кто он есть, а потом встроить себя в ту систему, которая его породила. Именно поэтому мы после восстания от родителей возвращаемся, собственно говоря, к ним в дом и, может быть, даже поддерживаем их деньгами, несмотря на то, что они нас в детстве мучили, не покупали нам чупа-чупс. Поэтому, да, человек, который не поддерживает своих родителей или, ну, по крайней мере, не смирился с ними, ему еще предстоит проделать большую работу. И то же самое на социальном уровне, я думаю. То есть человек, который постоянно ходит, значит, у него какие-то восстания в голове, он бесконечно там озабочен социальными большими проблемами, ему нужно найти свое место и начать что-то генерировать, производить, вот, а не разрушать. Разрушение разрушить несложно. Разрушить может любой дурак. А вот исправить или создать – это задача для человека, созидающего. Ну, в целом, ты понимаешь концепцию Традуэст правильно, но мне кажется, что если ты вот сказал по поводу того, что там, как это сказать, хорошо относиться к своим родителям, вроде бы там наоборот, что нет, к родителям нужно с пониманием относиться, да, но не суть важна. А я на самом деле все это, ну, понимаешь, да, подвожу к теме всего этого Red Pill, да, популярного достаточно сейчас движения, которое, как это сказать, нонконформисты среди нонконформистов, очень стал популярным за последние, наверное, 10 лет. Вот этот вот нарратив о том, что у каждого человека обязательно должен развиваться синдром протагониста, что он там не такой, как все, что он не должен работать в системе, что он должен выйти за рамки этой системы, там существовать самостоятельно, но в действительности, да, в лучшем случае эти люди в конечном итоге, как ты и сказал, набивают много татуировок, прокалывают себе уши и уезжают на Бали, чтобы оттуда продавать какие-то там коучинги личного роста, а в худшем случае они становятся просто маргиналами, вот, которые, ну, это как плохой вариант такой реализации бунтаря, когда он, не знаю, тоже там сидит дома на дваче, там за стенкой у него спит бабушка, и он постоянно в интернете рассказывает о том, что ужасные капиталисты-глобалисты и Билл Гейтса, которые хотят накормить всех соевыми жуками, хотят нас поработить. Да, это довольно-таки плохо для всех, причем плохо и для этого человека, и плохо для его окружения, потому что, ну, да, это достаточно старая поговорка, что когда ты дурак, вот, плохо в первую очередь не тебе, а тем, кто тебя окружает. Но не суть. Вот, да, я плавно подвожу тебя к идее Red Pill. Я уже понял твое отношение, что действительно, как сказать, подавляющим большинством людей, это не то, чтобы, знаешь, я там, наверное, пытаюсь кого-то осадить, вот, или кому сказать, что да нет, у тебя там ничего не получится. Ну, лучше, наверное, работать на работе. И я, честно, наверное, тоже со мной согласишься здесь. Я вот не разделяю эту идею о том, что высшее образование вообще не нужно, не нужно там ходить в институт. Ну, просто потому что, как сказать, тоже высшее образование, это просто подстраховка, что в любом случае с голоду ты не умрешь. И это как, ну, грубо говоря, экзамен на то, что ты можешь социализироваться, ты можешь взаимодействовать в социуме с другими людьми, и с тобой можно как-то работать. И вообще, в сущности, на самом деле, как сказать, у работы на работе и у работы на дядю есть, по большому счету, только один минус, вот, и очень большое количество там плюсов. Минус в том, что, ну, там все равно у заработной платы есть какой-то лимит, вот. А во всем остальном, что у тебя есть график работы, ну, большинство фрилансеров, они в какой-то момент времени сталкиваются с проблемой тайм-менеджмента, что они понимают, что я там ложусь там чуть попозже, мне не нужно там рано вставать, делают тогда, когда у меня есть там что-то настроение, и, ну, они сами оказываются в круговороте вот этого бесконечного хаоса, когда, грубо говоря, вроде бы, как сказать, ты все успеваешь, но при этом ты ничего не успеваешь. Есть головная боль по поводу того, что чем мне вообще заниматься, типа, ну, продуктивно, ну, хорошая ли моя ниша на сегодняшний день, есть ли в ней, есть там какие-то деньги. Поиск, опять же, тоже клиентов каких-то, которые тоже, по сути, являются своими работодателями, пусть и временными, перед которыми меньше обязательств. Это все грузит, и это все не очень просто, и в действительности, на самом деле, как сказать, ну, есть люди, у которых прекрасные карьеры, прекрасные семьи, они живут прекрасную жизнь, и да, им для всего этого не нужно, как бы сказать, писать в своих соцсетях о том, что они там, не знаю, инсургенты, дивергенты, и вот, отреклись от той социальной программы, которую им подготовили, да, товарищи глобалисты, ящеры-масоны. Тем не менее, вот, Red Pill, я хочу, как я сказал, уже до подкаста, ну, подкинуть тебе несколько мыслей, на которые я специально тебя не наводил до этого, чтобы просто твою честную реакцию услышать, и поэтому я хочу рассказать, ну, задать тебе вопрос про отдельных личностей из Red Pill в той или иной степени, я буду называть их в произвольном порядке, и ты просто скажешь, типа, что ты про них думаешь. А начну, как сказать, самое противное. Влад Позняков и движение мужское государство. Я не знаком с таким человеком, как Влад Позняков. Да, ладно. Да, потому что, ну, такая вот, как я себе это понимаю, маргинальная среда вот таких людей, которые очень-очень сильно недовольны женщинами, меня никогда не привлекала. То есть меня всегда вопрос женщин интересовал практически, и те люди, которые жалуются, они, в общем-то, в этом не особо помогают. Поэтому я искал ответы на вопросы подобной категории, что в западном медиа-сегменте, что в российском, по-моему, не дают никаких ответов. Вот. Я нашел для себя во многом другом ответ. Но если говорить про мужское государство, я сейчас могу очень сильно ошибиться. Не то ли это, что все время издеваются над женщинами, и, значит, в Телеграме там кому-то звонят, какие-то там пранки снимают, и всяко плохой про женщин говорят. Ну, слушай, ну, это такой, скажем так, нонконформизм в определенной сфере в худшем варианте, которого есть. Они же не только вроде против женщин, они еще и нацики, по большей части. По-моему, у них был такой замечательный перформанс, когда им не понравилось, что черный мальчик был на рекламе Якитории, если я не ошибаюсь, и поэтому они там пытались обрушить им продажи, что приходили, заказывали еду и уходили, дескать, не оплатив ее. Ну, такое, знаешь, а есть же Дон Кихот, который с мельницами воевал, да? Ну, Дон Кихот был безобидным дурачком, по сути. Вот. А здесь, ну, действительно, да, они кому-то даже успели навредить в этом плане. Вот таким не занимаются. Ну, как я и сказал, я думаю, что нужно строить, а не разрушать. Если ты приносишь в мир негатив, ну, зачем ты нужен? То есть понегативить можно всегда. Сделай что-нибудь такое, что исправит ситуацию. Повлияй на общественную медиасреду таким образом, чтобы тебя послушали, чтобы тебя не считали маргиналом. Даже если ты по факту маргинал, можно сделать свою позицию менее маргинальной через окна этих овертонов или кого-то. Постепенно вводи свой дискурс в обсуждение. Я знаю очень много людей из вот такой среды, там, около мужского государства, которые тоже недовольны ситуацией, и пытаются всячески в разные инстанции биться, что-то делать. Сами занимаются медиа-деятельностью. Ну, и это, по крайней мере, выглядит хотя бы как какая-то попытка что-то сделать. Но простой деструктив, и особенно на плечах обычных работяг, мне думается, что это недостойно. Ну, на мой взгляд, на самом деле, как сказать, мужское государство, как бы они не хотели казаться мужественными, и как бы они не декларировали свою войну против женщин, хотя это довольно-таки странно, вроде мы должны дружить и строить семьи, наоборот. А на мой взгляд, это просто обратка от феминизма того же. Причем, знаешь, феминизм, феминизм, в принципе, на самом деле, тоже как культурный феномен, это нормальная тема, в том плане, что просто основная здравая мысль, которая там была, что две здравых мысли. Женщина может не рожать детей, если она не хочет, потому что это ее тело. Женщина может не сидеть дома, если она этого не хочет. Она тоже может и работать. Конституционные у нее те же права. Вот это было здраво. А некоторые радикальные ответвления, они были так себе уже объективно, которые сказали, что муж ненавистничество. И большому счету, ну, что я на самом деле начинаю вот с этого, как сказать, потому что все следующие личности, которых я сдам, они априори лучше, как их ни крути. Ну, ты согласен с тем, что, по сути, ну, это те же, вот, скажем так, синие волосы и фимбой с кольцом в носу, просто наоборот популярности. Это хуже, потому что женщина может себе позволить быть глупой, а мужчина не может. Не в бровь, а в глаз. Да. То есть на мужчине слишком высокая ответственность. Ну, то есть как бы мы там не двигались по феминистическим законам, что бы там ни происходило, в любом случае мужчина несет и в социуме на практике большую часть ответственности. Он и налогов платит больше, и в военных действиях он участвует, и в принципе принимает, ну, неважно по каким причинам, справедливым или нет, принимает основные решения в данный момент и в семейных структурах, и в государственных, в социальных и так далее. Поэтому и с него спрос больше, просто потому что он в этой позиции оказался. Поэтому если человек, будучи мужчиной, становится синеволосой феминисткой только в мужском обличии, он просто не понимает фундаментально своего положения. А его положение в том, чтобы проблемы исправлять. А не создавать. Да. То есть он просто... Он очень сильно запутался и не понимает, что такое женщина. Вот и все, с моей точки зрения. Ну, вообще, да, это по сути просто... Это как раз... Спуст деструктивной энергии в никуда. Это, с моей точки зрения, это не обязательно то, что характерно для всех людей, которые в этом участвуют. Но, как и мне сейчас это видится, вот такая конфигурация ума. Это подобно подростку, которому не дает его одноклассница. И он очень недоволен этим обстоятельством. Он делает все, чтобы все узнали, что он недоволен этим обстоятельством. И может даже написать злобный пост где-нибудь. Ну, это просто смешно. Это жалко. Ну, логично, что люди обесценивают что-то, до чего они не могут дотянуться. То есть, словно говоря, типа, это не я плохой, это просто ты, шлюха. Ты, там, не знаю, пошла мутить с другими. Какое может быть восстание против женщин? Вот восстание против женщин, примерно как восстание против детей, с моей точки зрения. Это просто бред. Ну, то есть... Нет, ну, дети тоже противные бывают. Да, но это как пойти с вилами на детей. Типа, я против детей на, значит, игровых площадках. Вы что там, шумите. Слушай, я... Сейчас я подам в суд на детей. Честно скажу, когда была пандемия, вот, один раз дети меня так поднасрали, вот, вот, прям всю малину испортили. Когда была пандемия, на детских площадках никого не было. И у меня там был переносной офис. Типа, я там шел в Starbucks, брал то, что мне нужно, с ноутбуком садился на скамейку и мог там чилить просто вот часами. Но потом сраные дети вернулись, когда пандемия закончилась, и они просто лишили меня, вот, главное, душно в течение дня. Вот. Нет, ну, то есть, понимаешь, я взрослый мужчина, я понял, что, типа, ладно, эта детская площадка, она была сделана не для меня, хорошо. Я готов с этим смириться, но, конечно, эта обида до сих пор живет в глубине меня. Вот. И, наверное, я расскажу о ней психотерапевту. Понимаю, да. Меня тоже много чего в жизни расстраивает. Ну, это как бы делать из этого идеологию и, ну, как бы так из женщин расстраиваться. Ладно, давай поднимем градус адекватности. Давай. Следующий человек, про который я хотел бы услышать твое мнение. Ну, я, в принципе, его уже примерно знаю, но, вот, может быть, поподробнее тему раскроем. Эндрю Тейт. Ну, у меня плохое к нему отношение, я уже тебе говорил в приватной беседе. Я думаю, что это один из самых женственных персонажей, о которых только можно подумать. И это совершенно неудивительно, что именно в современном мире вот такой человек, как Эндрю Тейт, фактически женщина с бородой, может вот такую популярность набрать среди подростков. Обратите внимание, что именно среди подростков и людей не до конца сформировавшихся. То есть, да, есть у него, без сомнения, очень важные тейки. Он во многом прав, потому что башка у него большая. Он точно умный человек. Ну, например, в чем он прав? Он очень хорошо понимает женскую психологию. Но при этом он сам женщина, поэтому он и хорошо понимает. Вот и все. То есть, психологически он... Ну, короче, копировать его модели поведения, это неправильно. То есть, он не похож на древнего мужского воина, на которого он пытается быть похожим. То есть, вот подумай об этом. Вот кто обычно хвастается своими шмотками? То есть, ты хочешь сказать, что древние воины не разгуливали вдоль своего бассейна в леопардовых магазинах и не купили сигары? Да, то есть, они не говорили про то, что у них есть Бугатти. И они занимались делом. То есть, они рубили врагов. Они сурово молчали и рубили топором дрова. Им жилось... Если бы я был Эндрю Тейтом, я бы сказал, что типа арена изменилась. Сейчас арена это типа социальные сети. Ну, я тоже, знаешь, у меня к Эндрю Тейту отношение нейтральное, с небольшим уклоном в негатив. Наверное, я бы так сказал. Но вот просто я бы, опять же, если бы сейчас здесь сидел, он сказал бы, что вот я, например, занят тем, что я сам хожу на какие-то подкасты, на какие-то там медиа-встречи, и там вот отстаиваю свою позицию. И в действительности, ну, своих оппонентов он может там и подразносить. Ну, про качество оппонентов мы не говорим. Но если смотреть на дебаты, в большинстве случаев он выглядит хорошо. Ну, так получилось. Нет, с этим я не спорю. У него совершенно точно большая башка, и он в основном говорит о тех вещах, которые он понимает. На практике понимает. То есть, у него действительно было много женщин. Он не случайно стал сутенером. Он не случайно столько женщин вокруг себя смог накопить, которые даже во многих случаях ничего ему не предъявляют. Нет никаких сомнений в том, что он очень умный и компетентный человек. С этим я не могу спорить. И по факту он наверняка намного умнее меня. Но я не могу согласиться с его жизненными позициями, с его поведением, с его психологией. Это человек, выращенный без отца фактически. Это человек со сломанной психикой. Он социопат. И его не волнует судьба его фанатов. Его не волнует уж тем более судьба мужчин. Он очень подробно рассказывал о том, что я обкрадывал мужчин на миллионы долларов, потому что печатал сообщения через Вимкам своих моделей. И такому человеку не может быть, ну так скажем, не все равно на судьбу тех людей, у кого он украдет эти самые миллионы. Он берет этих самых несчастных мужчин, которых он сейчас вот якобы отстаивает, и нагло ими пользуется для достижения своих целей. Ну потом он пошел на этот миллион, он купил себе Бугатти, а теперь флексит ими. Ну и кого ты хочешь этим впечатлить? Что ты смог обмануть мужчину, бедного несчастного, которого общество и так сейчас до конца не понимает и не может его в нужную позицию поместить? С моей точки зрения, это низкое поведение. И ну как бы восхищаться там нечем. То есть восхищаться таким можно, только если ты человек неопытный. И я думаю, что не случайно он оказался в той ситуации, в которой сейчас находится. Ну, слушай, да, он вроде под домашним арестом, но вроде нормально себя чувствует. Не знаю, скажу, что он там прям сильно плачет. Ну, мы не знаем... Я думаю, что такой человек с такими неутомимыми амбициями чувствует себя не очень хорошо от того, что он не может двигаться дальше. Его остановили, и ему, скорее всего, очень дискомфортно. Я такую ставку делаю. Впрочем, это не имеет значения. Да, пожелаем ему успеха. Следующий человек в нашем списке, опять же, можешь говорить честно, Арсен Маркарян. К Арсену Маркаряну отношусь хорошо. В очень многих моментах я с ним не согласен. Сложно сказать, в каких моментах я с ним не согласен всерьез, и какие моменты я расцениваю как его образ. Я думаю, что есть какие-то вещи, которые он говорит на эпатаже просто, но это точно не тот человек, который вот Эндрю Тейт. Ну, с Эндрю Тейтом я бы, скорее всего, вообще ничего общего не смог найти. Мне этот человек просто физически неприятен. А с Арсеном мы недавно виделись, и виделись мы не случайно, просто потому что он неинтересен как человек, и я его уважаю. А ты можешь, на самом деле, вот пол несогласия высказаться сейчас абсолютно честно, как бы без купюр, что называется. Ну, просто, как сказать, я уверен, что Арсен не обидится, потому что, знаешь, меня часто в последнее время... Ну, не, не часто, как часто. Это может написать там один человек в неделю. Скажет, типа, ты там пушишь Арсена, хотя Арсен там говорит там про какой-то бред там вот в своих социальных сетях, у него там все антинаучное в таком плане. А, знаешь, у Арсена есть одна замечательная черта, что он абсолютно нормально воспринимает критику, но есть нюанс. Он всегда подмечает, что важно видеть, от кого эта критика исходит. То есть, вот, мне он честно сказал в одной беседе, говорит, знаешь, Вадос, вот я признаю в тебе главного критика там всей моей жизни. И я сказал, спасибо, братан, ты просто вот растопил мое сердечко сейчас. Очень приятно это слышать. Поэтому, да, на самом деле, по поводу несогласия, ну, можешь абсолютно спокойно высказываться, что обидок он точно не затеет. Ну, я ничего не заготавливал. Я просто не помню конкретных каких-то моментов. Может быть, есть такой вот общий вайб, и связан он, вероятнее всего, с его избыточно серьезным отношением к женщинам. Вообще вот в этой такой вот около-редпильной среде есть такая тенденция женщин критиковать. Я думаю, что это пустое занятие. То есть, это вот с моей точки зрения, вот я правда не шучу, это как критиковать детей. Ты предъявляешь женщинам то, что они не могут. То есть, ты говоришь, у них нереалистичные стандарты, они там поступают как-то не так, как мы хотели. Но ты не будешь того же самого говорить детям. Я думаю, что это оптимальная модель поведения с женщинами. Если ты будешь вдаваться в подробности их психологии, ты в конечном счете ничего не поймешь, запутаешься и набьешь много шишек. Я думаю, что вот разбор женских ошибок и поиск противоречий внутри взглядов женщин – это путь, который во многом приводит к таким явлениям, о которых ты вначале сказал, там, мужское движение или мужское государство, где просто вот возникает фундаментальное непонимание. Но важно знать просто, что из себя представляет женщина эволюционно и мужчина эволюционно. Мужчина эволюционно – это тот, кто заботится о женщине. Да, женщина тоже, естественно, принимает свое активное участие в социуме и все в таком роде, но психологически и глубинно ее главная потребность – это все-таки зависеть, быть слабой, быть мягкой, чувствовать рядом с собой сильного человека, который не пытается с ней спорить, который не идет с ней в контры, в противостояние, который готов улыбнуться вне зависимости от того, насколько трудная ситуация, который готов стоять, которого невозможно вывести из себя, если взгляды, скажем, если ее взгляды не совпадают с твоими. То есть вот такое вот общее направление критики в сторону женщины, мне кажется, ну, не то чтобы неправильным, просто мне кажется, это неверные акценты. Ну, ты знаешь, я думаю, что Арсен, что Эндрю Тейт, Эндрю Тейт особенно, многие вещи озвучивают и многие темы поднимают, потому что эта тема востребована. Ну, то есть объективно, ну, я сам этой политики не придерживаюсь, как бы я про свой там какой-то биохакинг, подобные вещи сколько лет пишу, столько и писал, мне неинтересно менять, знаешь, здесь какую-то стезю и пытаться, знаешь, поговорить там с людьми о психологии, ну, потому что где я, где психология, условно говоря, зачем вообще туда влезать. Ну, я понимаю, зачем, например, знаешь, зачем часто упоминать тему там взаимоотношений М и Ж, говорить о том, что, типа, ну, там мы социум обманули здесь, там нам про, грубо говоря, знаешь, вот эту там арену Тиндера, не все-то рассказали, и как все это устроено. Ну, просто потому что это позволяет генерировать фолловинг и делать это, на самом деле, достаточно быстро. Например, вот, знаешь, я не говорю, что, наверное, это специально делал, вот ты, например, как говорил про канал, там, простые мысли, что ты сам не понимаешь, как оно так получилось, и вроде стечение обстоятельств. Ну, вот у тебя много роликов есть там про дофамин, да, и, по-моему, они много собирают достаточно. Ну, потому что был реально отрезок времени, когда все про это говорили, там, в 2018-е... Вряд ли прям много, но парочка, наверное. Ну, просто, может быть, они довольно обстоятельные, или... Несколько я видел, вот, отсталговлений, что про дофамин, как это устроено, и, как бы, ну, это просто тема вирусная была, и людям было интересно узнать, типа, что это такое, сейчас, естественно, уже спад, не так это всем интересно. И я говорю там, ну, про того же Арсена, что, опять же, вот, хотя вроде мы общаемся, но я, к сожалению, не смотрю все его эфиры, может быть, кого-то это там расстроит, или, Арсен, извини, да, вот, ты все равно в моем сердце. И, насколько я знаю, вроде бы сейчас тема женщины немного отошла на второй план, вот, когда уже подписчиков стало там достаточно, или, может, у него это тоже, знаешь, получилось так, это по наитию где-то посмотреть. Ну, просто условно говоря, что в любом случае люди, у которых есть большой фолловинг, их всех объединяет одно, что вот где-то как-то звезды сошлись, что они либо умышленно, либо не специально, они подняли какую-то тему, которая была людям интересной, соответственно, это там закрутилось, завертелось, и... Да, поэтому я и говорю достаточно мягко, что мне сложно отделить его медиаобраз и его действительные взгляды. Ну, вот из моего с ним общения я увидел, что человек, он гораздо более мягкий, чем он, допустим, в своих видео кажется. И я очень сильно сомневаюсь, что мы бы с ним в какие-то жесткие контры бы пошли когда-нибудь. Вот. И думаю, что даже вот из того, что я сказал, скорее всего, он с этим согласится. Поэтому насколько с этим можно не соглашаться или соглашаться, я не знаю. Мне Арсен приятен просто как человек. Даже если у меня есть с ним какие-то фактологические несогласия, это отходит на второй план, потому что я за вот этим нарративом, медиа-наративом, который он выстраивает, и за своим образом вижу не то, что произносится. Я вижу другие вещи, которые мне приятны. Я чувствую там, ну, может быть, неправильно говорить, родственную душу, но человека, которого я понимаю. Вот. Ну, слушай, я вот по тебе тоже могу сказать, что ты на экране другой. Ну, я вообще, когда впервые наткнулся на твои видосы, я подумал, что ты какой-то писяц-ботан. То есть, вот, прям, мне кажется, что этот человек, которому прям нравится, знаешь, вот смаковать какие-то вот скучные факты, да, потом мы с тобой попереписывались, я понял, что, не, в принципе, он нормальный парень, и общаться можно. А мы с тобой вживую встретились, и вот, знаешь, если у меня было какое-то ощущение, может быть, где-то там в переписке, или там по видосам, что где-то ты немножко душнила, и я понял, не, вообще нет, ты свойский парень. Очень приятно. Это даже я до похода в зал понял. Типа, до того, как мы там поратались, и т.д. Ладно, заканчивая с тестостеронными бородатыми доминаторами, Джордан Питерсон. Ну, Джордан Питерсон, опять же, я про него уже тебе коротко сказал. Давай не коротко. С точки зрения, он недостаточно радикален, причем, то есть, этот человек, ну да, он совершенно точно, то есть, я здесь не могу отрицать его достижения, я очень много смотрел его контента, и во многом он меня вдохновил, поэтому я, если как бы вот по этой шкале, по этому градиенту высказывать свое мнение про людей, то вот он, ну, скорее в плюсе будет в сравнении с мужским движением или мужским государством. Но, конечно, у меня, больше всего претензий к тем людям, с которыми я в некоторых моментах согласен, или согласен там в 90% моментов, но которые в каком-то одном наиболее принципиальном пункте сильную девиацию совершают, и тогда у меня случается отторжение. Вот. В этом плане конкретно, ну, Джордан Питерсон прям преуспел, потому что у него идет какая-нибудь лекция, которую я слушаю, мне нравится, мне нравится, потом он что-нибудь говорит, я хочу все выключить и больше никогда его не включать. Например? Ну, его взгляды на религию совершенно непоследовательные, и я думаю, его представление религиозных взглядов на различных дебатах, которые собрали много просмотров, ну, полностью некомпетентны. Во многом он... В общем, я думаю, что он не имеет достаточно высокий уровень подготовки, и я того же самого не могу сказать о себе. Просто в сравнении с своим уровнем могу сказать, что я бы, например, мог лучше аргументацию сделать. И для меня это просто очень низкий уровень. То есть человек с таким уровнем влияния должен знать лучше. Он должен больше читать, чем я, точно. Он должен общаться с более умными людьми, чем у меня есть возможность общаться. И он должен учиться больше. По сути, у него одна шарманка уже последние 10 лет, и она никак не прогрессирует. Это все из одного антологического базиса выходит. Его философские какие-то взгляды очень непоследовательные. Мне кажется, это кринж. То есть я думаю, что это очень полезный человек для какого-нибудь подростка, который вот только начал входить в такую среду саморазвития и пытается стать лучше. Но для человека, который ищет глубины, я думаю, что этого недостаточно. Ты знаешь, я тебе вот этого не говорил, но я одно время прям был фаном Джордана Питерсона. Мне кажется, когда я заканчивал университет, курсе на четвертом, тогда как раз он резко стал популярным. То есть это когда было, получается, 2017 год, наверное, 2017-2018, да. Я прям друзьям его видосы пересылал. Я прям, знаешь, даже где-то вот стал параграфически умно пытаться разговаривать, как он это делает. Ну, слушай, это свойственно, наверное, молодым людям как-то немножко быть импостерами кого-то. Это нормальное явление, не стоит того стесняться. Но со временем, знаешь, вот как я рос, взрослел, не знаю, можно ли сказать, что я мудрел. Наверное, помудрел. Мне как-то все меньше и меньше он начал нравиться. И в действительности вот то, что ты говоришь, что очень много вещей, где он умничает, он действительно говорит по верхам. Как мы сказали, да, поп-философ, как есть поп-ММА, а есть поп-философия вот того же Джордана Питерсона, что в действительности он может много всего интересного рассказать умным языком, но в действительности очень часто вот его какое-то интеллектуальное превосходство, оно просто так сильно заметно, в силу того, что его собеседение, как правило, просто полное дно. Все дебаты, которые у него были, он проиграл. И я думаю, что во многом его опил это вот такая театральность, это его наряды, это его жестикуляция, это его умение выражаться. Он очень красноречив, конечно, этого у него не отнять. И по большому счету он человек-перформанс. Вот он что-то вот такое объясняет, так с упоением что-то говорит, у него слезы наворачиваются. То есть да, если вот ты идешь как в театр посмотреть, значит, современного консерватора, ну и, может быть, похихикать иногда даже, ну или наоборот напрячься, в зависимости от ваших взглядов. Ну да, вот для этого, в принципе, подходит. Ну или вот если ты только-только хочешь там услышать, что надо книги читать, там вот Архипелаг, ГУЛАГ, или еще что-нибудь там, как он там... В общем, все, что он рекомендует на каждой лекции. Да, вот что на самом деле интересно, что любой школьник с постсоветского пространства, который школьную литературу, которую сдают на лето, читал не по краткому содержанию, а читал реально эти книги, которые есть, он с Жорданом Питерсом может сильно подискутировать. Но, знаешь, вот, наверное, мой к нему главный вопрос это в том, как сильно он восхищается, ну вот, Россией, российской государственностью. Я, безусловно, понимаю, что у него наверняка есть свои причины так считать. И я понимаю, что когда ты живешь в стране, где на дебаты общественные действительно выносятся, как бы, тема того, можем ли мы менять детям пол, если им в 6 лет кажется, что там они пола противоположного, то есть там делать из мальчиков девочек, а из девочек мальчиков... Ну, ты знаешь, наверное, там даже есть этот фильм популярный, What is a woman, да? Ну, не будем там сильно вот эту тему, наверное, нырять, потому что она тоже очень большая для обсуждений, и мне кажется, что не так, чтобы мы с тобой прям психологи, чтобы об этом разговаривать. Но, в общем, его можно здесь понять, но у меня всегда вопрос к таким иностранцам, которые, вот знаешь, всегда говорят, как в России все круто, а как в Америке все херово. А вы вот там дальше Красной площади, Большого театра, вот, и ресторан «Русская охота» ездили, может, вам там съездить в какой-нибудь, не знаю, в Екатеринбург условный. А вы знаете, есть там такая республика Коми замечательная. Вот посмотрите, как там люди живут ради интереса, и потом может делать эти выводы. Чего ты можешь Джордану посоветовать? Я думаю, что не надо слишком всерьез относиться вообще никаким заявлением Джордана Питерса. То есть то, что он говорит, это кримич просто. Ты прав. Во-вторых, как бы вот этот весь политический флер, как бы, чувак, он получает деньги от очень специфической группы людей. Он их отстаивает идеально. Ты тоже веришь, что ему перечисления делаются? Однозначно. И Россия здесь абсолютно ни при чем. Россия просто неплохо вписывается вот в этот флер, ну, то есть вот определенного направления консерваторов, которые верят там в специфические вещи, и им нужно периодически говорить, а, посмотрите, вот есть там... Про Китай нельзя говорить, потому что в Китае трансгендеры запрещены. А вот, ну, где-то там рядом с Китаем, то есть Китай – это уже зло. А вот рядом с Китаем уже вот есть какое-то, значит, что-то хорошее, то же самое, что у нас должно быть. Вот смотрите, бывает без трансгендеров, у нас тоже будет без трансгендеров, если там проголосуете за кого-нибудь или если будете следовать нашей идеологии. Ну, то есть, с моей точки зрения, это просто все политическая игра, или если он реально в это верит... Да не верит он, он говорит от балды очень-очень часто, просто у него очень большая театральность, и выглядит так, как будто он реально в это верит. Но вот как на дебатах у него происходило не раз, ему задают вопрос, типа, дружище, обоснуй, и он начинает там растекаться в мысли, а что такое что и прочее. Ну, я не думаю, что это... Я думаю, что это вопроса, разница между хирургами. И, кстати, лобстеры проводят серотонин. Лобстер и серотонин – это вообще главный мем про короля лобстера всех. Ну, да. Ну, для меня, знаешь, Джордан сломался, когда я прямо сказал, ясно, человек сломался не сетя нового. Это было после того, как он удалил твиттер, когда ему там написали много каких-то обидных сообщений. Ну, то есть, понимаешь, да, человек, который рассказывает там про то, что мужчины должны быть маскулинами, что они должны быть стрессоустойчивыми, что они должны быть там, цитата, воинами, которые там весну поднимают высоко меч, а зимой... А осенью они идут там, не знаю, делать запасы продовольствия на зиму, чтобы там через все беды и невзгоды провести свою семью, которая им доверилась. Ну, просто условно, неужели вот человек, который... Ну, вот опять же, возвращаясь к этому англицизму, you have to practice what you preach. Если ты о чем-то говоришь, ты должен соответствовать где-то в какой-то степени. Ну, то есть, действительно, ну, доброе утро, это интернет, могут нахер послать. Тут пишут обидные вещи. Давай вот я так скажу. Давай. Просто для баланса. Я просто не хочу, чтобы наш разговор выглядел как перетирание косточек всяким известным личностям. Наверняка есть... Ряды, с которыми мы согласились бы у каждого этого человека. Но просто говорить про то, что мы согласны, наверное, не очень правильно. Это никто не посмотрит. Это скучно. Да? Ну, ладно. Тогда... Ну, короче, в любом случае. Да, действительно. Скорее всего, так и есть. Просто конкретно вот Джордан Питерсон, если в целом оценивать его влияние на мир, я бы его оценил как положительное. Но все равно есть какие-то моменты, с которыми я не согласен, как и абсолютно с любым другим человеком. Есть чрезвычайно умные люди, которые, ну, просто невероятно умнее меня в моем личном окружении, с которыми вообще невозможно спорить, потому что они просто на несколько девиаций, там, стандартных девиаций выше меня по интеллекту и просто разрывают любой мой аргумент еще до того, как я его произнес. И тем не менее, я с ними все равно нахожу силы не согласиться. Я думаю, что это нормально. Ну, что касается Джордана Питерсона, можно над ним хихикать, но сложно отрицать его влияние. Это действительно очень образованный человек, он много всего знает, у него есть много опубликованных работ, я их читал ради интереса. И могу сказать, что, конечно, ну, не мне его критиковать. Книжку-то его читал, ну, когда «Дизайн-то правил»? Нет, я читал вторую книгу, «Лэндскейп», что-то там, короче, первую его книгу самую. Еще до того, как он стал известным, он написал книгу «Ландшафт мировоззрения» или «Идеологическая ландшафт». Что-то такое, не помню точно. Ну, я вот после «Двенадцати правил» ничего уже не читал. «Двенадцать правил» – это попсовая книга, которая просто для сейла создана. А вот более фундаментальная там про Библию и про некоторые другие вещи, это действительно достойно внимания, то есть это можно прочитать. Действительно труд. Тут, наверное, мой косяк, что я просто вот с этого начал. Мне, кстати, знаешь, еще стало очень стыдно, потому что я эту книгу трем друзьям подарил, а только потом сам прочитал. Я надеюсь, что они тоже, значит, не очень сильно когда-то прочитали. Я не читал эту книгу, но я видел содержание «Двенадцати глав», и я вообще не понял, в чем прикол. Ну, и стал покупать. Ну, да, наверное, мне стоило бы глубже ознакомиться с его работами, если прямо давать такое мнение. Ну, опять же, слушай, мы все составляем мнение о людям, исходя из того, что они как бы нам преподносят и как самое заметное. То есть тут, знаешь, наверное, может быть, где-то даже это не столько косяк людей, которые как-то, как в писателе, в Питерсоне, разочаровались после того, как и купили, сколько в том, что он больше всего эту самую книгу пушил, вот, а есть работы и посильнее. Ну, ладно, давай перестанем заниматься сплетнями и вернемся в высокоинтеллектуальные разговоры. Вот у тебя, как я понял, на самом деле, ну, как минимум для меня очень интересное понимание того, что такое, в принципе, интеллект. И ты сейчас сказал, я знаю людей, которые гораздо умнее меня и могут любой мой аргументом разорвать. Я тебе скажу, что ты один из самых неудобных людей для дебатов, которых я знаю. Но если знаешь, пройдите ноги в борьбе, ты как вот этот дурацкий джиу-джитер, который ложится ногами, вот, типа, вперед, и прям сложно с ним что-то сделать, если ты прям не знаком с этой спецификой, потому что он затянет и будет там долго выматывать. И как бы так, тактика нападения с тобой точно в дебатах не работает. Однозначно. Скажи, вот когда ты говоришь, человек умнее меня, ты говоришь, человек глупее меня, но человек глупее меня ты не говоришь, потому что тебе воспитание не позволяет. Но, в принципе, интеллект как феномен, как понятие, из чего он складывается, на твой взгляд? Ну, я давай скажу про этих людей сначала, чтобы было понятно по контексту. Давай, мне интересно прямо. Ну, я не думаю, что вот дебаты это какое-то проявление интеллекта. Это просто правильно выстроенная защита. Если ты знаком с материалом, то ты можешь так защиту выстроить. Ну, так ты сам сказал просто, извини, извините, перебью, ты сам сказал, что, говорит, я знаю людей гораздо умнее меня, они любой аргумент мой размотают. Поэтому я и про дебаты сказал. Сейчас я подведу к этому. Я не думаю, что это показатель интеллекта. Это просто показатель того, сколько книг ты прочитал. А интеллект, с моей точки зрения, это просто оперативка. То есть, как быстро ты можешь обрабатывать информацию и насколько быстро ты можешь решать всплывающие, незнакомые для тебя проблемы. И мне кажется, что лучше всего это проявляется в философских дебатах, где это видно самым сырым образом. И я только такое котирую. То есть, вот разговаривая с людьми на философские темы, я очень легко могу понять, насколько этот человек умный. Потому что, ну, типа, то есть, скажем так, он не сможет обрабатывать то, что я могу ему сказать, если он не умный. А обработать быстрее, допустим, до того, как я это договорю, и потом сказать мне сразу контраргумент, и так, чтобы я не успел обработать сам, ну, вот это для меня показатель интеллекта. Почему философские дебаты лучше? Да потому что там меньше возможностей для того, чтобы проходить по одним и тем же дорожкам. Да, есть такие философы, но я их не совсем философами считаю, которые ходят по одним и тем же дорожкам, у кого есть отработанные какие-то паттерны. Но настоящий философ – это человек, который размышляет по ходу дела. То есть, он готов вникнуть в каждую систему и сказать сходу, не размышляя об этом до, а вот сразу. Сразу поразмышлять и сразу ответить. Именно поэтому, в общем-то, ну, вот мы с тобой касались вопроса IQ, правда, ничего не обсуждали. Философы, выпускники философских вузов всегда, точнее, факультетов, всегда значительно выше по интеллекту, чем все остальные. Более того, у них интеллект даже выше в среднем, чем у математиков. То есть, по-моему, средний интеллект у философов – 132, а средний интеллект у математики – 131. Это IQ, да. По IQ. Ну, вот про IQ-тест мы тоже говорили, что я, кстати, тебя тогда все-таки так и не уточнил. Про IQ-тест ты говоришь не совсем про стандартный тест Айзенка, а про что. Нет, ну почему? Тест Айзенка – это то, что входит в полноценный IQ-тест. Просто это один из под-тестов. Так, теперь для тупых спортсменов объясни, пожалуйста. Полноценный IQ-тест – это что, если это не тест Айзенка? Ну, вот ты приходишь в комнату, там, значит, есть проверяющие. У тебя есть там полтора часа на то, чтобы пройти. Тебе дают несколько листов бумаги, на одном из листов бумаги у тебя тест Айзенка. Вот. А остальное – это там задачи, допустим, на скорость решения задачек каких-нибудь. Они в том числе могут быть лингвистические, математические, в зависимости от того, какая цель теста. И на память может быть. Ну, вот Менса, например, очень большое внимание памяти уделяет. Например, ты запоминаешь какой-нибудь, какую-нибудь таблицу. Например, там написаны города по вертикали, по горизонтали цифры. И ты должен запомнить, как города соотносятся с цифрами. Потом ты проходишь тест Айзека, и это примерно там у тебя занимает 30 минут. И потом ты должен таблицу воспроизвести. Это показывает, сколько у тебя оперативной памяти, условно говоря. Ну, вот IQ-тест составляется из многого количества, из большого количества вот таких подтестов. Они бывают очень разнообразными, в разных странах они разные. Они имеют разную предвзятость. Просто понимаешь, когда тебя в интернете кто-то начинает булить на тему IQ-тест, тогда обычно это подразумевается именно классический тест Айзека, который ты в Гугле проходишь. Ну, это можно так сделать, но это, конечно, кринж. То есть корреляция с G-фактором у теста Айзека, по-моему, что-то типа 0.6 или 0.7, то есть она не очень прям хорошая. А G, это вот как раз то, что мы, я имею в виду ученые, называют прямо интеллектом-интеллектом. То есть это вот, так скажем, статистическое ядро всех возможных тестов на интеллект, которые только можно представить. То есть туда включена и скорость реакции, и все что угодно. То есть все вещи, которые так или иначе с перформансом связаны. Не только с перформансом в математических задачах, вообще по жизни просто. То есть G коррелирует очень много с чем. G наследуется там на 96%. Это G-фактор. И IQ, он просто в большей или меньшей степени коррелирует с G-фактором. Но G-фактор вычислить очень сложно, потому что для этого нужно провести много тестов. А IQ, это такой шорткат, который ты за полтора часа проходишь, и ты примерно знаешь там, ну, в общих чертах, наверное, G туда-сюда. И ты можешь больше или меньше веса добавлять к конкретным подтестам IQ для того, чтобы вычислить, что там с G происходит у человека. То есть, например, ты можешь обнаружить, что какой-нибудь человек там с синдромом Аспергера очень плохо справился со всеми тестами по тестам IQ, но у него очень хорошо по математике. И вот у него там, ну, например, IQ 100 получилось, но при этом дичайшие хорошие результаты по математическим тестам. То есть вот у него аутизм... Я понимаю, там как круговая диаграмма такая, условно говоря. Там могут быть какие-то... Ну, в камеру покажу, как ответвления в сторону одну там, грубо говоря, там они берут как там интеллект математический, интеллект эмоциональный, остальные... Да, и они в разной степени коррелируют друг с другом. У людей, так скажем, ну, скажем так, с классическим пониманием интеллекта, ну, грубо говоря, скажем, равномерно развитых, это больше на кружок похоже. И вот в этом случае как бы цифра, она не будет отображать все значение, потому что этот человек показал какие-то просто, ну, фантасмагорические результаты в одном из тестов, да? Типа математического. Ну, это я привел радикальный вариант. Обычно корреляция между этими подтестами очень высокая. То есть если человек хорошо справляется с математикой, то он очень хорошо справляется и с лингвистическими тестами и так далее. Есть небольшие гендерные различия, есть там различия по возрасту, расовые различия есть. Ну, в общем, это уже дело отдельное. Но да, это просто вот такой тест, который, ну, коррелирует с разными результатами по жизни. Вот. Ну, так и называется тест на G-фактор. Нет, это IQ-тест. Тест на G-фактор не существует. Это просто, ну, например, мы берем много-много-много разных тестов, какую-то популяцию берем, ну, там, допустим, 100 человек, пытаемся что-то измерить, измеряем, допустим, скорость реакции, распознание цветов в том числе, кстати, ну, и некоторые другие вещи. И смотрим, как это коррелирует с IQ. Вот так вот, в принципе, IQ-тесты не то, чтобы это какой-то фундаментальный тест, это не то, вокруг чего нужно, там, прыгать с бубном, но это достаточно точная метрика, чтобы ей пользоваться и рассчитывать на какую-то пользу. Ну, в общем, запомните, дети, если вам кто-то говорит про IQ-тест в интернете и спрашивает, какой у вас IQ, всегда уточняйте. Ну, это тест Айзинга или это полноценный IQ-тест? Ну, полноценный IQ-тест вообще проходится под надзором наблюдающего, чтобы ты не тратил больше времени, чем нужно, тебе на каждый подтест выделяется определенное время, ты не можешь там счетерить, ты не можешь пройти дважды, ты абсолютно никогда не проходил этот тест, поэтому там все очень контролируемо и очень жестко. Вот да, прикол на самом деле тестов Айзинга зачастую, что это же просто тебе даются, ну, там, различные фигуры, ты там даешь им какое-то, ну, соотносишь их, это там 40 задач, 30 минут, и просто если человек будет проходить это 10 раз, совершенно логично, что на 10 раз он пройдет его лучше, потому что даже если там они не будут повторяться, это все равно похожие вещи, и ты понимаешь по образу и подобию, как это решать. Кстати, знаешь, поэтому, ну, я тебе говорил, да, что вот именно по тесту Айзинга у людей, которые работают с микросхемами или там у очень крутых пианистов, у них очень высокий IQ, потому что они постоянно всякие геометрические фигуры крутят, ну, по тесту Айзинга именно. У них там бывают результаты 150, 155, что на самом деле феноменально. Ну да. Вот, это прям была бы, ну, короче, сильная статистическая разница. А скажи, пожалуйста, вот мы говорим про интеллект. Вот ты сказал G-фактор, на 96% наследуется. Это означает, что в, ну, вот если сталкивать мнение, условно говоря, nature и nurture, то есть врожденно то, что, ну, в человеке там заложено, по большей части, на твой взгляд, план, ты сейчас скажешь не на твой взгляд, ты сейчас меня просто круто обрубишь, скажешь, что это не мое мнение, это просто было исследовано много раз. Получается, что, в принципе, очень многое, ну, по большей части, интеллектуальная способность человека, они предопределены. И, как бы, что-то там не делали после рождения. Если кому-то суждено, что ты сапожником, он будет сапожником. Потому что придут леваки и скажут, что я не прав. Я так скажу, что... Скажут, что ты за Евгенику, что ты... Ну, нет, до такого не доходили, но, как бы, есть... Ну, это, так скажем, серая зона. Вот говорить про, как бы, степень наследуемости довольно сложно, потому что у нас, ну, нет достаточно хороших методов исследования. То есть, есть там на близнецах монозиготных и так далее. Ну, то есть, это все действительно есть, и это используется. Это как раз вот то, откуда я беру эти цифры. Но, опять же, есть критика таких исследований, и зачастую ее используют. Поэтому будем смотреть в будущем, как все это будет меняться. Но я думаю, что к тому моменту, когда мы получим какие-то нормальные данные, вполне может быть, что и генной инженерии уже появятся. Но вообще, да, если мы берем опросы ученых, то большинство ставит цифру где-то вот в районе 70-80% наследуемости. Есть такие, ну, как бы, вот радикальные люди, которые ставят там на 100% наследуются. Есть, которые декларируют, что наследуются там на 0%, что все зависит от природы. Ну, они в 40-х закончились. Нет, не закончились, нет. Такие люди до сих пор есть. Кто-то еще в Аргентине потом закончится чуть позже. Ну, да, может быть. Да нет, на самом деле, для этого не обязательно быть. Очень тонкие шутки. Это в основном евреи, кстати говоря. А, вот это да. Вот. Ну, и есть с обратной стороны люди абсолютно противоположного мнения, придерживающиеся. Ну, где-то вот посередине, то есть большинство людей там ставят 50%-85%. Ну, и вот в итоге получается где-то 75-80%. Так что да, совершенно точно наследуется... То есть интеллект совершенно точно наследуется, но сложно сказать, какие факторы на это еще влияют, и как мы это могли бы прямо очень точно и достоверно вычислить. Потому что, конечно, дебаты об этом не утихают, и нельзя говорить об этом как о каком-то совершенно точно изученном факте. Разговоры идут, но однозначно можно сказать точно, что генетика имеет здесь решающий характер. Хотя, опять же, что мы называем решающим характером? Ну, то есть если человека посадить в клетку и не кормить его едой, будет ли это решающим фактором? Будет, конечно. И интеллект у него не разовьется до его генетического потенциала. Но есть так лимитирующие факторы, и вот генетика, я думаю, относится как раз к таким. Ты смотрел такой фильм «Гатака»? Нет. Надеюсь, я правильно произнес название. А суть в том, что это фильм про то, где как раз разрешили вообще биоинженерию, любые там геномодификации. И там просто показывается то, насколько людям, которые эти геномодификации перед своим рождением не прошли, живут тяжелее с теми, кого уже сделали в пробирке совершенно. И поэтому, как сказать, мне нравится, что наша дискуссия, она потихонечку утекает в тему такой вот там философии, морализма и т.д. здесь горит гораздо больше пуканов. Насколько ты считаешь вообще уместно, и насколько это этически справедливо вмешиваться вот в этот там естественный процесс и, скажем так, делать там геномодифицированных детей без изъянов? Ну, я бы воздержался от того, чтобы высказывать свое мнение, но я могу сказать, что все зависит от того, что на кону. То есть, например, гипотетическая ситуация. У нас, допустим, это, кстати, не моя позиция, если что. Допустим, у нас глобальное потепление, и вот уже известно, что через 40 лет человечество вымрет. Нужно срочно мобилизовать силы всего человечества для того, чтобы просто выжить, чтобы создать одну ракету и улететь на другую планету, иметь шанс выжить. Или, допустим, пережить этот климатический кризис, где все раздолбается на планете и так далее. Ну, люди плохо работают, ленивые. Ну, давайте создадим там вот, геномодифицируем, создадим людей с IQ 300, чтобы они быстрее все это создали. Ну, допустим, вот такая ситуация есть. Есть ситуация, когда люди просто такие, вот хочу дочку, там, не знаю, с широкими бедрами, чтобы у нее был успех у мужчин. Ну, тут уже сами решайте, как к этому относиться. Но совершенно точно это будет использоваться изначально для того, чтобы избавлять людей от каких-то заболеваний наследуемых. И я думаю, что мы будем... Я не думаю, что это вопрос. Это почти наверняка будет, потому что не случайно столько научных ресурсов уходит на то, чтобы все это исследовать. И уже в Китае, наверняка, ты знаешь, родились дети, первые геномодифицированные, после чего там ученый исчез. Там нет леваков, которые говорят, что типа, ну, это же несправедливо, ну, как это в этом... Да, но ученый исчез, тем не менее, куда-то после этого. Ну, в любом случае, я думаю, что это то, что нас ждет. И, скорее всего, это просто станет аморальным, таким образом не поступать. Тем более, если эта технология будет финансово доступна, ну, будет сложно представить себе, как вот, например, какая-нибудь баба Нина из соседнего подъезда, как она будет относиться, например, к Маше, которая отказывалась генетически селектировать своего ребенка, и он у нее вырос дауном. Что она потом сделает? Это баба Маша с этим, или баба Нина с этой Машей сделает. Ну, просто это будет сильно порицаться обществом. Точно так же, как сегодня, допустим, порицается, или раньше порицался промискуитет, а сегодня порицается, не знаю, там, неуплата налогов. Я думаю, что это просто будет социально приемлемо, и на это пойдут большие ресурсы, на пропаганду этого и так далее. Правильно ли это или неправильно? Ну, это вопрос третий. Что значит, правильно или нет? Ну, опять-таки, тоже ты верно говоришь, что все будет просто упираться, а, в потребность, б, в какое количество времени пройдет, ц, на сколько, типа, изменятся правила игры. Ну, то есть, как сказать, ну, что говорить о потребности? Понятно, что в любом случае, если мы будем пытаться смодерировать какой-то там гиперболизированный пример, когда срочно нужны люди там с IQ 250+, то, ну, тут нет вариантов, к сожалению, придется так поступать, потому что альтернатива – это там полное вымирание человеческого вида. А по поводу морально, насколько это будет там морально, когда все будут это делать, ну, тоже действительно ведь. Сейчас, да, у нас, опять же, по этим же самым IQ-тестам, по-моему, тогда можно отсекать даже дауна без диагноза, типа, ну, где там человек с интеллектом сильно ниже среднего. Ну, вот просто сейчас, что там, высокий IQ – это там 120, 130, 140, уже там очень высокий. А что, если представить, что через 100 лет это будут люди, так сказать, с интеллектом разнорабочего? Ну, да. Условно говоря, тогда как это не делать? Ну, вот люди, которые отказываются намеренно от каких-то благ общества. Есть там коммуны амиши, да, условно. Не говорю плохо про амиши, но они ведь намеренно отказываются от электричества, намеренно отказываются от благ цивилизации, потому что им кажется, что это неправильно. И, наверное, тогда вот, ну, люди, как мы с тобой, мы вынуждены были жить там, потому что, ну, я извиняюсь, люди, которые познают квантовую физику за два академических часа, и как Нео в «Матрице» знают там каратэ и кунг-фу, потому что они посмотрели художественный фильм на эту тему. Ну, что нам среди них делать, по сути? Да. Ну, справедливости ради амиши не болеют депрессией, и у них все очень хорошо с ментальным здоровьем. Так что я не знаю, аргумент в пользу чего это был. Нет, я просто сказал про обособливание, что людям, которые этого не делают, останется только обособиться. Да, да. Потому что они не смогут жить в этом участии. Ну, это то, что есть в этом фильме, в принципе, Гатака вот. Интересный кино, на самом деле. Наверное, рекомендую к просмотру, к моему теме. Кому, кого тема как-то гложет и занимает. Дальше, знаешь, говоря про менее радикальные примеры, ну, я понимаю твою позицию на этот счет, понимаю даже то, что ты не захотел озвучивать. Как ты относишься к такому явлению, как биохакинг, в принципе? Потому что биохакинг же во многом выступает как раз за то, что нам нужно всеми силами пытаться там улучшать свои когнитивные способности для того, чтобы там лучше перформить на работе. Не знаю. Ну, кстати, в Red Pill Community тоже биохакинг популярен. Что занимательно. Да, слушай, мне особо нечего про биохакинг сказать. Ну, мы все, по-моему, занимаемся биохакингом. Вот едим красную рыбу. Вот, пожалуйста, биохакинг. Где границы очерчивать? То есть там, где, типа, пироцитам принимается или что-то более серьезное? Нет, в принципе, насколько ты видишь в этом резонность? Вот, однозначно есть резонность. Стоит это делать или давайте лучше? Принцип там. Просто, да, видишь, как бы у меня сложность с тем, чтобы определить сам биохакинг, потому что довольно размыто все это дело. А, типа, где начинается биохакинг? Где, типа, ну, просто резонное? Вот когда-то, например, было биохакинг витамин D принимать. Это биохакинг? Сейчас просто каждый врач себе скажет витамин D принимать. Не, некоторые говорят, не надо. Ну, значит, это биохакинг. Ну, тогда я за биохакинг. Но просто, видишь, я недостаточно хорошо в теме ориентируюсь, чтобы уж прям про все какие-то витамины, минералы, там, добавки активных веществ говорить, или там, церебролизин. Но могу сказать, что ничего дурного не вижу в том, чтобы улучшать показатели своего организма через дополнительные вещества. Почему бы и нет? Многие врачи, например, говорят, типа, что вы туда лезете, вы сами себе навредите. Ну, надо действовать с умом. То есть ты же спрашиваешь, наверное, про правильный биохакинг, а не про неправильный. Если говорить про правильный биохакинг, то мне он нравится, потому что он работает. Вот ты подал очень правильную, на мой взгляд, мысль на тему того, что где начинается биохакинг. Потому что я сам часто об этом говорю, и сейчас тоже повторю, что у меня в названии моего паблика ВК слово биохакинг стояло и стоит, чтобы просто трафик привлекать. Так-то мне кажется, что биохакер, ну, вот в том виде, в котором мы привыкли увидеть, это когда в слое биомусор кто-то слишком много ошибок сделал. Я по-прежнему так считаю, потому что, ну, люди, извини меня, которые закидываются горстями модафинила, а потом они в 2 часа ночи там сидят, смотрят на потолок и думают, наверное, сегодня выпьем мало глицина, поэтому я не могу уснуть. Но извини за мою неполиткорректность, ты такой правильный политкорректный мальчик, но мне сложно о них по-другому говорить. А, как сказать, действительно, ну, питье вещей типа там витамина D, условно говоря, если там человек хочет заниматься, почему бы ему там не пить креатин? Почему бы там человеку не принимать дополнительный магний, если все равно, не знаю, никто не хочет есть там должное количество тех же там тыквенных семок или чего-то такого, где там магния много содержится? Ну, это, на самом деле, на мой взгляд, не биохакинг, это просто рациональный подход к своему здоровью. Почему бы этого не делать? Просто да, это очень какая-то серая зона. Я так понимаю, что там очень много с медициной общего. И почему бы не заниматься биохакингом, если это просто как бы довольно очевидная вещь. Ну, креатин, например. Я вот на постоянке креатин принимаю, вне зависимости от этого мне не помогает. Помогает с точки зрения исследований. Я как бы не могу в свои мозги залезть, но у меня теплится надежда, что это работает. Да. Не, а к тому, что мышечная масса растет? Как там? Не, я не для мышц принимаю, а для мозгов принимаю. А, типа... Там, кстати, даже есть слабый антидепрессивный эффект. Понижаем уровень гомоцистеина, потому что креатин тоже метильный донор. Ну, типа того, да. Есть у него ноотропные свойства. Знаешь, я не люблю вот эти все механизмы, все это так скучно. Я смотрю, типа, на Outcome. Вот дали там в РСТ кому-нибудь что-нибудь покушать. Они покушали, им стало лучше. Я такой, о, как хорошо. Я не читаю, что там написано. Ну, то есть, нет, если мне прям очень интересно, я могу изучить. Ну, просто это может столько времени занимать, что вот да, ты станешь фулл-тайм-биохакером, а я не хочу. Нет, я вот, как сказать, наверное, неправильно сформулировал вопрос или должен был формулировать его четче. Вот у нас просто как бы был разговор про интеллект, и я именно говорю вот про биохакки именно в разрезе улучшения когнитивной способности. Вот ты считаешь, насколько вообще это резонно, потому что, опять же, хоть ты сейчас так, наверное, ухмыльешься, но я уже понял, что ты за генетический детерминизм, и ты думаешь, что человеку, который потомстый плотник, ему там никакие ноопепты, не знаю, альфа-GPC, ежовики гребенчатые и цирраболизины уже не помогут. Вот ты просто считаешь... Смотря какой треш-от мы выставляем. Типа мы хотим, чтобы у него рабочая память на 15% улучшилась, или чтобы он неожиданно математиком высшего уровня стал. То есть, я думаю, что мы можем рассчитывать на какие-то увеличения, но, опять же, это будет синтетически... Это примерно то же самое, что случается с людьми, которые там получили высшее образование. У них временно повышаются результаты IQ-теста. Но почему они увеличиваются? Почему повышаются? Да потому что интеллектуальной стимуляции просто больше. Вот и все. Но конкретно как бы само железо не улучшилось. То есть, это был как Pentium, там, 90-го года, так он и остался Pentium. То есть, это тебе не i9. Кто-то уже родился с i9, ему не нужно напрягаться, там, ходить по вузам, он может сразу, как, знаешь, щелкать, как орешки все эти задачки, хотя он даже ничего не изучал. То есть, как ты сократишь этот разрыв? Никак. Что ты там не вколешь, какая у тебя нейропластичность не будет, ты ничего не сделаешь, потому что у тебя просто недостаточно объема мозга, вот и все. И ты его не сможешь вырастить, потому что череп маленький. Ну, то есть, в принципе, концептуально ты за, но просто ты считаешь, что и не стоит многого ожидать слишком. Нет, многого точно ожидать не стоит, но делать однозначно надо. Ну, то есть, я вот, например, замечал за собой, что некоторые вещи работают. Я тебе говорил конкретно про гинкобелоба. Я знаю, ну, я не уверен, что хочу про это говорить, но раз уж сказал, ну, например, я никотин использовал в жвачке. Один из самых мощных натропов для меня. Концентрация вырастает невероятно, рабочая память просто, ну, это совершенно другой уровень. Ну, в маленьких дозировках, то есть, берешь эту жвачку 10 миллиграмм, типа, разрезаешь на маленькое количество, жуешь там 30 секунд, и вот на меня очень высокий эффект оказывает. Ничего другого. Кофеин так не работает, никотин работает. Я могу однозначно сказать, что это кое-что делает, но это тебя не сделает гением. То есть, вот у меня там IQ 132, ну, у меня не будет он 140, понимаешь, неожиданно. Ты знаешь, я недавно, у меня недавно был подкаст слэш интервью с одним человеком, который вот ведет большой блок по хоккею, и да, я от него услышал, что самые большие потребители снюса это хоккеисты, потому что он говорит, что там, типа, эти шайбы улетают просто в промышленных масштабах. Ну, то есть, там, они реально рекордсмены в этом, и там прям они много десятков миллиграмм, если на сотни миллиграмм никотина не переходит в смысле этот вот, ну, у них порог потребления в сутки. Но при этом, конечно, среди хоккеистов, не в обиду, хоккеистам нет лауреатов Нобелевской премии. Вот. Возможно, ну, невозможно, очевидно, что это помогает им лучше играть в хоккей, и так это не запрещено допинг-контролем, они это используют. Ну, опять же, что такое концентрация? Это просто более направленное использование своих интеллектуальных ресурсов, которые... То есть, все те же действия, которые делаешь обычно, просто делаешь их чуть лучше. Да, да. Ну, мне тоже, на самом деле, в работе помогал никотин. Я, правда, использовал не жвачки, я тоже использовал снюс. Причем, знаешь, самые легкие, из ряда 8 миллиграмм. Опять же, мои американские друзья используют там 16 миллиграмм снюса 3-4 раза в день. Мне, как ты знаешь, консервативно... Ну, ладно, сознаюсь, это было не только никотин, это было 8 миллиграмм никотина и чуть-чуть мухомора. Типа 400 миллиграмм. И да, голова думает реально лучше, быстрее. Я прям понимал, что, типа, следующие 4 часа я буду работать быстрее, чем я работал. Да, это действительно так. Вот. Но, опять же, тут сложно поспорить с тем, что, как сказать, если человек не обладает каким-то фантастическим железом, и как бы он не родился с большой головой, и при этом он не работает в интеллектуальных сферах каких-то. Ну, потому что, да, интеллектуальный тренос, ты же тоже не отрицаешь, что если ты постоянно напрягаешь свои мозги, они работают чуть лучше. Да. Так на самом деле, вот я выпустил это видео про падение интеллекта, и столько на меня обрушилось всего. Потому что люди искренне думают, что если я выпускаю видео, я, значит, ничего не понимаю, скорее всего. И нужно мне точно рассказать. Ну, вот я там не сказал про эффект Флина. И эффект Флина – это просто такая штука, которая получилась в результате того, что у нас резко выросло количество образования. То есть люди начали ходить в школы, начали больше питаться, и вот интеллект неожиданным образом вырос. Ну, сегодня сам Флинн признает, что эффект Флина не работает, и все признают, что эффект Флина не работает, и что эффект Флинн на самом деле пошел в реверс. Только пошел в реверс он именно из-за генетических изменений, из-за того, что умные люди не размножаются просто. Ну, короче, смысл в том, что интеллектуальная стимуляция совершенно точно работает, просто не на те аспекты интеллекта, которые реально как бы очень сильно важны. То есть вот ты стимулируешь, 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 у тебя вырастает вот как, знаешь, то есть есть вот шарик надувной, ты туда можешь воды налить ровно столько, сколько может выдержать этот шарик. И как бы плотность этого шарика и его способность удерживать напряжение, это вот как раз и есть твоя генетика. Поэтому, да, человек очень умный, он может себя сколько угодно воды налить, но все-таки это ограничено генетикой. Ну, и образование и интеллектуальная стимуляция долгосрочная, она позволяет вычислить вот этих самых гениев, потому что, ну, исторически мы все жили в деревнях, никакой стимуляции интеллектуальной не было, никто нормально не питался, мозги не росли до конца, и вот неожиданно мы вырвались в цивилизацию, и теперь у нас есть возможность обнаружить этих самых самородков. И именно поэтому, кстати говоря, во многом именно в Советском Союзе, я к нему, конечно, очень скептично отношусь, но именно в Советском Союзе наблюдалась вертикальная смена классов, вот, в отличие от вообще всех остальных стран. То есть социальные классы, они чрезвычайно стабильны. Смещение там на одну стандартную девиацию возможно только в диапазоне 700 лет, представляешь? Ну или там 400, я сейчас точные цифры не вспомню, но это проводили исследования русские ученые, российские, и то есть это было поразительно для всех ученых вообще. То есть представляешь, вот твои прапрапрапрапрапрапрадеды, скорее всего, и да, если бы ты был не в странах СНГ, они были примерно на том же уровне заработка, социального статуса, как и ты. И это продолжается. И сегодня в западном мире социальные классы очень стабильны, очень стабильны. Это одна из самых стабильных вещей в истории. Люди никуда не растут. А вот в Советском Союзе за счет такого вот эгалитарного подхода люди смогли проявить свои таланты, и Советский Союз – это действительно единственный такой пример среди вообще всех стран на данный момент. А с чем ты конкретно это связываешь? Почему вот это было возможно в Советском Союзе? А потому что... Мне, честно скажу, стыдно сказать, но на ум напрашивается кумовство какое-то или умение выслужиться или что-то такое. О нет, вполне может быть, но я думаю, что здесь больше связано с таким тотальным распространением массового образования, очень качественного, где людей буквально насильно заставляли из деревень приезжать в города, образовываться и работать на науку, потому что всем нужно было там побеждать в какой-то гонке и что-то в этом роде, и нужны были просто головы. И поэтому люди, которые могли что-то делать, они сразу получали более высокий статус. Получив более высокий статус, они пробирались куда-нибудь. Ну, я не очень хорошо отношусь к Советскому Союзу, я буду так тебе честно говорить, но очень сложно отрицать, насколько эта система в принципе работала. Она работала... Она была бесчеловечной, с моей точки зрения, и немножко... Ну, я бы не хотел в ней жить, но то, что там добывали нужные мозги, которые в итоге потом уехали просто в другие страны, это точно. Я не знаю историю твоей семьи, но вот в моей семье совершенно точно так было. То есть какие-нибудь крестьяне и так далее неожиданно ворвались и стали там достаточно... Ну, слушай, а любой... Любая система, ее эффективность, она же, как ты знаешь, опять мы возвращаемся к науке, она может измеряться там в краткосрочной, может измеряться в долгосрочной перспективе. Ведь не даром есть, ну, даже такое словосочетание, сталинский рывок, да, когда там говоришь, типа, мы там, не знаю, одну пятилетку за... Ну, две пятилетки за одну сделаем. Вот, что типа все делаем быстро, вот, напрягаем все мощности и все в таком духе. Поэтому, да, Советский Союз мог действительно, например, в космической отрасли, в военной отрасли, как минимум, мог конкурировать с Западом. Но другой вопрос, что проконкурировал, он не очень долго. И, ну, это опять-таки, да, кто-то может очень сильно тему расстроиться, но это уже факты, потому что это просто история. Там просто точка поставлена, что вот это есть и все. Как ты думаешь, кстати, вот, говоря... Говоря об истории, я знаю, что здесь тебе много есть, что сказать, но просто тоже так, наверное, поверхностно, поэтому пройдемся. А насколько ты веришь в правдивость того, что было, скажем так, до 19 века, до 18 века? Ой. Ай. Да я не знаю. Бро, бро. Ну, во-первых, у меня вообще ко всем вот этим конспирологическим теориям такое отношение, типа, поскольку я не эксперт, и я вообще не могу назвать себя экспертом в каких-то вещах, ну, в некоторых штуках я более или менее разбираюсь, но уж точно не в истории. То есть буквально историю я вообще не посещал, просто я очень нравился учительнице, и поэтому она мне поставила оценку, потому что я просто... у меня глаза были красивые или что-то. Так что истории я не знаю. И поскольку я не знаю историю, поскольку я сам не являюсь мерой этих знаний, ну, мне приходится фактически опираться просто на свою чуйку. То есть какие взгляды мне кажутся более убедительными? На самом деле это... я даже думаю, что это просто эстетические предпочтения. Вот что тебе нравится больше? Очень долго мой ум занимал вопрос, почему некоторые люди настолько быстро и охотно солидаризируются, например, с мнением государства, которое, ну, там, централизованно спускается через телевизор и так далее. Это люди есть вообще везде, и в западных странах, и в странах СНГ, и в Китае, где угодно. И у меня все время занимало. Как же так выходит, что вот что бы ни сказали, они всегда соглашаются с этим. Но они, очевидно, не подвергают это какому-то глубокому анализу. А в итоге я понял, что это просто эстетическое предпочтение. Вот они таким образом устроены, и, возможно, с детства им такую модель поведения каким-то образом привили, и вот теперь они с радостью впитывают все, что сказано свыше. Теперь отличается ли это чем-то от меня? Нет. И я думаю, что абсолютно все, кроме, собственно говоря, экспертов, которые могут на эту тему глубоко говорить, находятся ровно в таком же положении. Иными словами, вот если я не обладаю там глубинными знаниями и не прочитал миллион исследований, и у меня нет тысяч книг на эту тему, то я просто боюсь что-то здесь высказывать, кроме того, что вот мне что-то нравится больше, что-то нравится меньше. Теперь, если отвечать на твой вопрос, когда я себя поместил так вот риторически на одну плоскость со всеми остальными людьми, которые тоже просто исходят из эстетических предпочтений, я могу сказать, что у меня нет никакой веры авторитетам. То есть это вот то, что мне досталось с подросткового периода. Я от этого никак не избавился. И если мне что-то говорят, ну, для меня это пустой звук. Ну, там скажет какой-нибудь ученый N. Я могу его послушать, могу принять на вооружение, но я заметил, и я достаточно с собой честен, чтобы это замечать, что принимаю я или не принимаю его позицию зависит исключительно от моих эстетических предпочтений. Вот нравятся мне его взгляды или нет. Так что, будучи с тобой максимально откровенным, могу сказать, что конкретно по этому вопросу я не знаю, что сказать. Ну, то есть, да, я не верю в официальную историю, по крайней мере, не во всех ее исходах, вот как вот она излагается там в условных учебниках, просто потому что мы на своих глазах видим, как учебники меняются. Мне просто совесть не позволяет верить в то, что написано в учебниках, потому что эти учебники, вот буквально, я учился по одним, теперь они совершенно другие, или там, по крайней мере, отчасти другие. И я нахожусь в ситуации неопределенности, в ситуации выброшенности, в абсолютную потенциальность. Вот, ну, нравится мне там какая-нибудь теория конспирологическая, я смотрю на нее и думаю, да, похоже на правду. Почему мне так думается, да бог один знает. Понравилось и все, теперь я вот так считаю. Если появится более красивая теория, я в нее тоже готов поверить. Но я, конечно, не претендую на то, что все остальные должны в это верить, и поэтому я не буду говорить о том, какие конкретно у меня взгляды, потому что они буквально ни на чем не основаны. И я даю себе в этом отчет. Все-таки, когда... Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, что в действительности вот есть какие-то там научные факты сейчас, и если мы там говорим про... Если мы говорим про современную науку, если вот мы, например, говорили там про феномен интеллекта, в действительности, у нас есть какой-то научный базис, в котором можно покопаться, и это зачастую то, что происходит непосредственно в режиме реального времени. Вот мы сейчас живем, выходят какие-то исследования, какие-то старые там опровергаются, какие-то, наоборот, подтверждаются, научные теории там строятся, и из этого мы можем уже с большей долей вероятности говорить о том, что вот какие-то тезисы, они, скорее всего, верны. А в действительности, если, конечно, говорить про историю, по большому счету, то, что у нас есть там до 16-го века, ну, до 16-17 века, это какие-то исторические документы, которые есть. Все, что есть до этого, это просто, по большому счету, какие-то ископаемые газовые анализы, которые могут, ну, в зависимости от того, сколько времени прошло, давать погрешность там от 20 до 1000 лет. Ну, там принято считать, что то, что там было откопано в 15-16 веке, типа там дает погрешность 20-30 лет, то, что откопано 40 тысяч лет назад, дает погрешность там полторы-две тысячи лет. Ну, и тоже, опять же, здесь есть очень большое поле для спекуляций, и как ты верно говоришь, что здесь очень многое будет упираться в эстетические предпочтения, и оттуда люди будут говорить, во что они верят, а во что они не склонны верить. Но все-таки тогда, наверное, мне нужно поставить вопрос несколько по-другому. А вот в истории, как мы привыкли считать, как ты считаешь, там больше правды или нет? Ну, я думаю, что больше неправды, конечно же. Ну, что такое история? История – это коммуникация от одного человека к другому, или от группы людей к другой группе людей. Ну, я вот убедился в своей жизни, что коммуникация – дело очень ненадежное. Даже просто вот, если ты по пунктам буквально графоманские, как инструкцию напишешь какое-то сообщение, другой человек имеет очень высокий шанс это сообщение, не понять. Какова вероятность того, что… Ну, да, вот мы получаем нечто среднее. Давай, если мы будем предполагать, что каждый человек хотел донести правду, и что не было там заинтересованных групп, которые готовы были эту правду исказить и имели на это возможность, ну, мы можем предположить и сказать, что вот есть какая-то погрешность. Насколько это широкая погрешность? Мне это неизвестно, поскольку я не знаю, как это статистически рассчитать, мне неизвестно, сколько есть документов, на которые мы можем опираться. Если, например, это тысяча документов, то погрешность будет маленькая. Если это два документа, которые у нас есть, оригинал, то погрешность будет, конечно, намного больше. И в связи с этим мне очень трудно как-то здесь говорить, потому что я не эксперт. Опять же, вот ты называешь какие-то цифры там, я просто не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Для меня это все губля-гуш. Что там ученые изучают в этой сфере, мне совершенно неизвестно. Я буквально ни одной антропологической или исторической работы не прочитал. Я подписан на одного чувака по истории, который такой около традиционалистский Survive the Jive называется. Вот он там научные работы разбирает и все время критикует мейнстримную науку. Он там в основном рассказывает про историю, а впрочем, он много про кого рассказывает, и про индоевропейцев, и так далее. В основном он вот ссылается там на пабмет и прочее. Ну, интересно иногда послушать. Так что, если кто-то хочет вот такого базированного типа с бородой, который закончил Оксфорд и там критикует, что-то рассказывает, вот можете его посмотреть. Это прикольно. Ну, а я в этом вопросе, как бы, на этом мои полномочия все. Ладно, я понял, что не хочешь на тему говорить. Кстати, по поводу этих цифр, это прям точно, я недавно дабл-чекал. У нас с нашим общим знакомым был спор, в котором я был не уверен до конца, и мне нужно было убедиться, что я прям правильно сказал. Поэтому, да, я прям полез в Google и уточнил действительно такие там погрешности. Ну, я на самом деле пытался тебя немножко спровоцировать, и я все-таки поставлю вопрос в лоб перед тем, как мы перейдем к следующей теме. То есть, ты все-таки больше согласен с этой новой хронологией нашего рановского профессора Фоменко. Во-первых, я Фоменко читал, когда мне было 15 лет. Я понятия... Кстати, я тоже тогда примерно... Что там написано, я уже не помню. Это во-первых. Во-вторых, я с альтернативной историей закончил года 4 назад. Я тогда пересмотрел все видосы, которые были на всех каналах российских, и в том числе на западных, хотя на западных это значительно меньше... Я тебе так хочу сказать, что там столько много шизы, что я просто не готов это переваривать. То есть, ты в какой-то момент просто у тебя начинает болеть голова. И, ну, как бы... Понимаешь, у меня такой... На это взгляд такой философский. Вот ты спрашиваешь, врут или не врут. Ну, я просто не имею причин верить или не верить. Поэтому, когда мне говорят о том, что мне, значит, власти рассказали всю правду, и что, значит, наша история именно такая, у меня есть склонность в этом сомневаться. А то, что конкретно Носовский и Фоменко рассказывают, я уже, честно, не помню. Поэтому вряд ли я буду с этим солидаризироваться, просто потому что тейков не знаю. В целом, если ты прям хочешь от меня услышать ответ, нет, я не верю в историю. Но я это сразу сказал. Не верю я в нее как раз потому, что это мое эстетическое предпочтение. Это позволяет мне сохранять красивый взгляд на вещи, которые вот я сквозь жизнь провожу. Он идеально вписывается в мои философские представления, в то, как я себе, там, концептуализирую мир, в мое отношение к власти, в мою политическую позицию, в мою религиозную позицию. И, по сути, для меня это просто иррелевантный вопрос. Для меня... То есть, вот, ну, мне там задали вопрос про акваланги. Я могу сказать, ну, акваланги, наверное, это классно. И забыть. Вот. И точно так же с историей. Если это вписывается в мою картину мира, я просто не буду задаваться этим вопросом. И моя, де-факто, просто такая позиция, это, ну, скорее всего, что-то не договаривают. Или там, вероятнее всего, не договаривают много. Или, может быть, они все договаривают, но, вероятнее всего, много всего перепутали. Вот такая позиция. Ты мне сейчас немного моего деда напоминаешь. Он тоже, знаешь, когда я ему задаваю такие вопросы, точнее, говорит, типа, ну, откуда я знаю? Типа, вот я знаю там тактико-технические характеристики, вот эти знаю вот эти. Типа, что ты до меня докопался? Иди докапайся до кого-нибудь другого. Кстати, знаешь, как мы в самом начале говорили про русов. Знаешь, что есть целые мемы? Ну, да, да. Типа там русы, ящеры. Да, это смешно. Я когда впервые эти видосы увидел, знаешь, какая у меня была первая мысль? Что это по-настоящему все. Нет, у меня была первая мысль, что реально есть люди, которые думают, что это по-настоящему. И которые, ну, не рофлят в комментах. Ну, да, да. Ну, потому что вот зачастую, к сожалению, это черта СНГ-шного интернета, того, которого нет в англоязычном. Когда, ну, в англоязычном ты смотришь, что кто-то кого-то троллирует, это очевидно. Что, типа, ну, это был троллинг, и ты понимаешь, типа, ну, он троллит. А у нас-то иной раз в смысле что-то читаешь, и ты вот думаешь, интересно, он троллит, или он все-таки пишет это на серьезных щах. И достаточно часто получается, что нет, этот человек, он не троллил. И вот эти мемы, когда там профессор сидит, говорит, там, вот на самом деле был великий счет русов. Там такой, я, кстати, даже знаю этого чувака, он одного моего знакомого преподавал в ВУЗе. Да, мы только недавно пересматривали это чудесное видео. Причем он же математику преподает серьезно. Типа, он говорит, что вот... Ну, это к слову о том, насколько можно на самом деле манипулировать человеческим мышлением, и какую информацию можно людям в голову сложить. Он говорит, ну, мол, типа... Не, вообще вот... Я, конечно, сейчас вам все прочитаю, здесь этот ваш курс высшей математики, расскажу вам про разложение по Маклорану и так далее. Говорит, ну, это все херня. На самом деле, вот есть великий счет русов. Вот это как оно вот было на самом деле. Да. Да, ну... Ладно, не буду тебя мучиться... Это на самом деле ты вот говоришь про то, что на Западе все не так, но... Где я такое сказал? Ты сказал, что вот в западном Ютубе видно сразу, если кто-то троллирует. Да. Ну, вот для меня... Но это же круто. Для меня вот, например, давай я тебе вот скажу про Red Pill, мы сегодня говорили. Ага. Вот что более абсурдно, счет русов или Red Pillщики, которые искренне считают себя Red Pillщиками? Ну, это, знаешь, это я сейчас как свой дед скажу. Типа, слушай, Глеб, я не знаю, кто победит Годзилла или Кинг-Конг. Ну, типа, там оба оппонента серьезные и как бы обладают своими перками. И ты тут так же. Да, но логика-то здесь какая, что с моей точки зрения вот тот же Red Pill, я когда слушаю этих людей, я не могу поверить, что они реально это думают. Потому что Red Pill, ну, это, понятно, взято из Матрицы, и там вот есть некое освобождение от иллюзии, вход в реальную реальность. И буквально, что такое Red Pill на Западе? Это, значит, консерваторы, чуваки, которые не любят женщин, конспирологи и какие-то шизы. То есть вот они вместе объединились, назвали себя Red Pill'ом и, по сути, продают это как продукт. Приходит, значит, самый главный Red Pillщик, Эндрю Тейт, и говорит, надо зарабатывать много денег. Какая разница, кто управляет моим банком, потому что я владею деньгами в банке. Я, значит, вне Матрицы нахожусь. И то есть ты смотришь это, и ты не можешь поверить, что это действительно происходит, но это правда то, что случается. И вот, например, ну, меня всегда занимал вопрос, как можно на серьезных вещах, например, отказывать каким-нибудь трансгендерам или феминисткам или коммунистам вот в этом самом Red Pill'е? Почему они Red Pill'е не могут рассчитывать на Red Pill? В конце концов, все-таки Бачовские сняли Матрицу, а они уж совсем как бы там, ну, понимаешь, не левые. Ну, они совсем заредпилились куда-то вот в очень интересной теме. Ну, в том-то и дело, что это тотальный Red Pill. То есть буквально, что такое четвертая Матрица, это значит про трансгендеров фильм, про гендерную идентичность. Это буквально вот то, про что четвертая Матрица. И, ну, по крайней мере, с некоторых там слов, почему им отказывают в Red Pill'е? Да не почему, потому что просто вот есть рандомная толпа людей, которые присвоили себе этот термин. Типа это наша песочница, мы ее первой заняли. Да, мы ее первой заняли. И они это продают как продукт. То есть они комодифицировали и превратили в товар вот, по сути, как бы выход из иллюзии. Но вот я думаю, что коммунисты гораздо больше здесь могут претендовать на этот термин, потому что они хотя бы заявляют, вот мы живем при капитализме, когда мы избавимся, мы выйдем из Матрицы. Но и то это была бы ШИЗА, конечно. А по сути получается, что это какая-то тотальная запущенная ситуация. Мне, знаешь, на ум какая приходит зловещая аналогия, касающаяся просветления. Вот мы же смотрим в Инстаграме разных людей, которые рассказывают нам 24 на 7, как слиться со всем миром, достичь нирваны, прокачать чакры. Прости, мы сейчас говорим не про woke culture, мы говорим про просветление в классическом понимании просветления, типа там... Мы сейчас говорим про обычное просветление буддистское, да. Видишь, до чего мы дошли? Уже нужно уточнять, какое именно это просветление. Видишь, да, это уже проблемы современного человека. Да. Вот, то есть, действительно, то, что называют сегодня Red Pill'ом, ничем нельзя отличить от того, что происходит в Инстаграме с этими чуваками, которые на Бали живут, значит, которых ты упомянул вначале, и рассказывают о том, как, значит, прокачать Сахасрару. Это буквально ничего не отличается, потому что человек, который заявляет, что он просветился, что он, значит, достиг Атмана, что у него нон-дуальность там или что-нибудь еще в этом роде, рассказывает в Инстаграме за 100 рублей, как, значит, попасть туда же. Или после того, как он сделал какой-то трип грибной, вот у него теперь все хорошо. И точно то же самое Red Pill'щики, которые точно так же приватизировали вот этот бренд Red Pill'а или бренд просветления, который теперь рассказывает об этом на камеру и зарабатывает с этого деньги. По-моему, это еще более комично, чем счет ШИЗОВ, потому что счет ШИЗОВ – это очевидная странность, а вот это уже как бы запрятанная странность, то есть это такой двойной троллинг. Мне кажется, это вот как раз если что-то и было бы заговором масонов, то это было бы что-то такое, типа сказать, что вот смотрите Red Pill и сделать максимальный анти-Black Pill. То есть вот зарабатываете деньги, значит, что там еще, покупаете Bugatti, держите деньги в банках, вот это база. И, ну, то есть мне кажется, это жесткая ирония. То есть тут даже не посмеешься. Слушай, ну, во многом Red Pill, он, по сути, тоже Blue Pill. Да, я говорю, то есть те люди, которым называется... Люди, которые, они, ну, вот что называется, там, белые ворнички, которые ходят на работу, они же тоже убеждены в том, что они правы. Ну, и это в том плане, что это как столкновение двух разных парадигм и двух разных образов мышления. Я не согласен, что это столкновение двух разных парадигм. Ну, оно не столкновение, просто и тот другой посмотрит друг на друга и покрутит пальцем обе скрыт. Это одинаковые парадигмы. Знаешь, кто такие Red Pill-щики в большинстве своем? Потребители Red Pill-контента. Это люди, которые не могут вписаться в общество и быть белыми воротничками, как ты сказал. У которых не получился Blue Pill. Да. И которые пытаются найти себя где-то еще, и у них не получается. Потому что люди, которые реальный бизнес делают, они, извини меня, не будут подобным заниматься. У них есть деньги, они ездят и обсуждают важные вещи. Кроме тех, кто, собственно, на этом сделал карьеру. Вот и все. Так что, да, те, которые объявляют, что мы, значит, комьюнити Red Pill, это те чуваки, которые глубже всего прям затолкнули и побольше вот этих самых синих таблеток, с моей точки зрения. То есть, потому что это тотальный коуп. Тотальный коуп, что ты не белый воротничок. Ты не просто не белый воротничок, ты хуже, чем белый воротничок, потому что ты им не смог стать. Слушай, ты прям сейчас так эмоционально разошелся. Да. Прошу прощения. Прям выдал. Не, в смысле, это хорошо, потому что в кое-то веке ты показываешь какие-то эмоции. Многие бизнесмены, с кем я, например, общался, с кем доводилось общаться, которые прям зарабатывают реально большие деньги, они не знают, кто такой Adritate. Причем, ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, это касается не только, скажем так, людей, которые обладают капиталами вот в русскоязычном населении. Ну, у меня есть знакомства в разных странах. И, ну, опять же, и на Западе тоже люди, которые, как сказать, знаешь, такая устоявшаяся когорта, ну, что называется, люди, у которых old money, которые давно уже занимаются бизнесом. Ну, если ты спросишь, что такое Andrew Tate, то очень часто они скажут, я не знаю, либо скажут, ну, что-то слышал. Типа, тиктокер, да? По принципу. Ну, это действительно такой вопрос, я слышал. И да, во многом люди, которые играют в просвещенность, это просто люди, которые не смогли вписаться в систему. Кстати, вот знаешь, еще один интересный человек, про которого я забыл тебя спросить, который, он даже не Red Pill, и он даже не про счет русов, он выше этого. Еще так спрошу подвести к еще одному интересному тейку. Ты знаком с вселенной Вархаммер? Вархаммер. Очень поверхностный. Ну, скорее нет. Ну, в общем, Вархаммер, да, это... Многие сходятся на том, что это где-то слизанность Дюны. Дюну знаешь? Да. Вот отчасти да, что это как бы далекие-далекие тысячелетия от нас. Люди там живут уже по совершенно другим укладам. Ну, там есть империя, там есть угроза извне постоянная от пришельцев, от ксеносов. Вот. Естественно, вся империя это ксенофобы, которые считают, что, типа, ксеносов нужно истреблять. Там есть император, есть там солдаты императора. И единственное, где я смотрю Алекса Джонса, это когда его фейс засовывают в костюм космодесантника, этого там солдата императора. И ты знаешь, он просто идеально вписывается в эту вселенную. Прямо вот, типа, все, что он говорит, оно make sense. Абсолютно. Прямо стопроцентное попадание вот в этой вселенной. Он рассказывает про пришельцев, рассказывает о том, что есть те, кто хотят уничтожить человеческую расу. Да, поэтому там даже на... Есть Reddit, есть SubReddit, есть SubSubReddit. Там есть люди, которые... Вот там тоже не совсем понятно. Даже, знаешь, я думаю, тролль или не тролль, когда думают, что Алекс Джонс, на самом деле, просто попал измерением Вархаммера к нам. Вот. И он тот самый солдат императора, который просто видел слишком много. Его разум не оправился. Ну, давай не будем забывать, после чего он стал известным. Как бы... Все-таки он стал известным вокруг достаточно интересных инцидентов. Он же разоблачал всякие вот эти вот... Как назывался этот фильм популярный, который еще... Не-не, он стал известным, то есть впервые, по крайней мере, как мне кажется, когда он снял закрытую тусовку различных там президентов, высоких чинов. Слет на этом острове. Да, да. Не на острове, а на этой... Но есть терминальный лес какой-то у них, где они собираются и творят бесчинства всякие. Ну, не бесчинства, но там странные ритуалы проходят, да. Очень странные, да. Ну, вот после этого он стал известным. То есть, как бы, по сути, у него периодически встречаются интересные вещи, но да, он, конечно, в основном развлекатель все-таки. То есть, у него шоу такое, он очень харизматичный человек. Его можно посмотреть просто ради интереса. Но если хочешь в хардкорную конспирологию, то надо куда-то и в другое место идти, конечно. Например? Так. Ну, ладно, с нами нет дяди Вова Епифанцева. Я думаю, что он бы сейчас нам рассказал, в каком направлении копать. Ну, может быть. Давай отойдем от этой темы. Такой... Такая темка, которую я хотел затронуть, такой вопрос, который тебе задать. Я думаю, что потихонечку наш подкаст, наверное, подходит к своему завершению. И под конец, знаешь, мне кажется, что уже стоит поговорить о чем-то серьезном. А как я сам сказал, и ты немножко... Я увидел, что ты немножко вошел в красочку, когда я поднял эту тему. А в самом начале того, как ты зашел, и что только стали записывать, когда я сказал, что я посмотрел твое раннее видео. Вот. И тебе, кажется, не очень понравилось, что я занялся подобным анализом. Ну, я замечаю, что объективно за последние несколько лет ты как человек, который занимается статистическим анализом, сильно вырос. То есть, если, как сказать, ты начинал как тот, кто, ну, как бы совсем рассуждает за научпоп, что смотрите, ребята, вот есть дофамин, есть серотонин, то как бы сейчас ты больше говоришь о каких-то метаанализах, говоришь там о системных анализах, то есть там компиляциях метаанализов. Скажи, пожалуйста, вот какой есть смысл и какой профит могут получить, ну, обычные люди, ну, просто, которые не очень сильно, скажем так, интересуются, не ищут везде двойное дно, какой профит они могут получить и нужно ли вообще пытаться этим заниматься, вот именно чтением научной литературы? Сколько это нужно делать обычному человеку? Ну, я думаю, что обычному человеку, ну, как обычному, все мы обычные люди, но просто каждому свое дело. Ну, я говорю, человек, который не занимается блоггингом. Да, я думаю, мы все согласно собственным интересам выделяем какое-то время. Ну, вот есть очень много вещей, о которых я никогда не буду на канале рассказывать, но которые, тем не менее, мне интересны именно с точки зрения науки. Я постоянно это читаю, и, наверное, это примерно 90% моего чтения. Периодически я встречаю что-то, что можно рассказать на канале, что-то, что будет полезно другим людям, но чаще всего это просто вот мой искренний интерес. И я думаю, что главный индикатор того, нужно ли тебе читать научную литературу, это посмотреть, как это делают люди, которые этим увлечены, получить от них какой-то примерный мануал, типа, как этим заниматься, и попробовать. Вот. То есть понять, что ты делаешь, это правильно, потому что можно делать это неправильно легко. И потестировать, почитать вечером вместо художественной литературы, почитать научную литературу. И в какой-нибудь сфере, которая тебе потенциально может быть интересна. Не обязательно выбирать то, что тебе уже интересно. Какой профит этого будет? Профит это точно такой же, как и от потребления любого другого контента. Кто-то смотрит ТикТок, кто-то читает газеты, кому-то нравится телевизор, кто-то Ютуб смотрит вот наши видео, кто-то вот готов инвестировать свое время более точечно, если, ну, как бы вот у него хватает усидчивости и желания разбирать эти вещи. Профит, ну, с моей точки зрения, это вот интеллектуальная стимуляция. Мне просто интересно. Я вот хочу знать там, как какие-то вещи работают. И просто по кайфу. Ну, я на самом деле ждал от тебя услышать немного другое. Вот мне просто кажется объективно, что когда человек, ну, даже, знаешь, пусть он не очень хорошо интерпретирует исследования, потому что, ну, не будем говорить уже о том, что все иногда ошибаются в интерпретации исследований, но, скажем так, даже просто читая научную литературу, я не говорю о том, что нужно уметь там читать Форест Плот, я не говорю о том, что нужно прям, знаешь, там садиться, пытаться там разобраться в каждом подробном абстракте из ряда, что, дескать, что же там следить или сказать. Мне просто кажется, что людей просто гораздо сложнее обдурить, когда они читают научную литературу. Потому что, ну, даже если ты, скажем так, занимаешься этом на каком-то не очень искушенном уровне, все равно у тебя начинает потом появляться понимание, даже при чтении каких-то новостей и т.д., что, например, вот есть же термин, да, там, hidden agenda, есть там термин, там, конфликт интересов. Ну, то есть, там, скрытая повестка дня и конфликт интересов. Потом, когда такое бывает, что, допустим, правительство вкидывает тебе какую-то инфу, или ты в новостях видишь какую-то инфу, что ты начинаешь задаваться, а что, задаваться мыслью, а что, если это не совсем правда? А что, если здесь какой-то скрытый интерес? А что здесь имеет место такая подтасовка фактов? И, как минимум, ты уже начинаешь понимать, что не стоит получать, там, грубо говоря, какие-то новости только из одного источника, стоит смотреть, там, минимум два, а лучше, там, три. Понимаешь, да, что как бы... Да. Ну, я сейчас хотел начать с тобой спорить, но потом задумался и решил, наверное, даже тебя поддержать немножко в этом. Просто первое, что мне пришло на ум, это, что нужно просто разные источники информации потреблять. Я, например, в основном на каналах, на каналы подписан людей, которые со мной радикально не согласны. И смотрю в основном только этот контент. И... Но... Наверное, далеко не всякая информация появляется в медиасреде. И если ты хочешь прямо в чем-то конкретно уметь различать правильность или неправильность развивать критическое мышление, ну, лучше, наверное, обращаться к первоисточникам. Просто действительно фоном выходит очень много научных работ в разных совершенно сферах. Вот, например, мы сегодня упоминали интеллект, и ты просто никогда не увидишь заголовки про интеллект, и ты не увидишь ни одного видео, упоминающего вот подобные факты, которые там выходят, просто потому что тебе сразу за это забанят YouTube-канал или еще что-нибудь в этом роде. И тебе, чтобы просто это увидеть или понять, нужно обращаться вот к тем людям, которые непосредственно этим занимаются. Цензура академии намного менее развита, чем цензура медиа, потому что тебе не нужно, так скажем, контролировать академиков, если ты... Тем более, труды академиков могут быть полезны и государству в том числе, или там определенным структурам. Будем честны, и гораздо меньше людей читает, чем новости. Да, и поэтому новости, они уже как бы подшлифованы, и ты там видишь только определенный спектр вещей. Поэтому если тебя интересуют какие-то такие очень спорные штуки, и ты обычно идешь, ну, по нелегкому пути противопоставления своего мнения другим, то да, научная литература, конечно, в этом будет наиболее полезна. Но подходит ли это всем? Я думаю, что нет. Я думаю, что типа для большинства людей, которые вот посередине стандартного распределения, достаточно просто подписаться на каналы на YouTube, которые разные мнения высказывают, диаметрально разные, и не кринжевать, смотреть эти видео. Подписаться на несколько подкастов, открыть подписку RSS типа Фидли, и подписаться на все возможные интерпретации данных, которыми ты интересуешься. И вот это даст, мне кажется, основной базис. Но если ты прям хардкорный тип, то да, можно и в науку пойти. А вот, кстати, ты говоришь о том, что подписан на людей, с которыми ты прям кардинально не согласен. Да. А ты делаешь это потому, что ты хочешь вырабатывать какую-то стрессоустойчивость к ним? Или ты делаешь это потому, что тебе интересно, ну, наблюдать за их ходом мышления? Или, может быть, ты иной раз признаешь, что ты можешь даже оттуда что-то интересное пришнуть для себя? Я всегда замечаю, что, ну, какие-то есть интересные аргументы. Как раз фишка там в том, чтобы... То есть люди ведь не могут противостоять пропаганде, потому что они привыкли к такому паттерну мышления. Вот и все. То есть пропаганда, она в том-то и имеет свою силу без альтернативности, потому что ты привыкаешь к ригидному мышлению. Вот и все. Поэтому если ты вдруг вырвался за границы вот такого типичного поведения и начал нагружать себя чем-то, что не предполагалось изначально, ну, вот здесь-то и появляются перспективы для роста. Поэтому да, это больно, и кринж не пропадает с годами, но все равно ты выцепляешь какие-то штуки, которые могут быть полезны для твоей аргументации, которые... О которых ты не думал, и тебе приходится менять свою позицию до тех пор, пока ты не услышишь что-нибудь другое, и ты снова меняешь свою позицию. Я не вижу в этом ничего стыдного, как раз-таки стыдно этим не заниматься. А как бы зачем мне иметь дело с теми позициями, которые я и так уже знаю? Я их знаю хорошо, потому что я о них думаю. И как бы мне не нужно подтверждений еще какого-то человека, чтобы мне сказали, что я прав. Так что, ну, я думаю, что потребление контента такое стрессовое, ну, должно быть, по крайней мере, на это нацелено. А если ты развлекаешься, то можно ради развлечения и, там, геймплей игр посмотреть или кино какое-нибудь глянуть, Марвел, вот, что тоже, конечно, не проблема. Тоже, кстати, люблю иногда, знаешь, посмотреть, о чем там интересном рассказывают доктора Вегана. Ну, я не говорю, что... Знаешь, я не говорю о них ни в коем случае по небережительному ключе, потому что, как ты тоже верно говоришь, что нужно всегда смотреть на то, какие аргументы приводят люди, которые тебя могут где-то потенциально оппонировать. И, опять-таки, там есть здравый смысл. Ну, очень, конечно, во многом здравый смысл просто упирается в то, что... Тут, знаешь, как с Джорданом Питерсоном, условно говоря. Если ты постоянно выбираешь себе в оппоненты людей с нестабильной психикой, ты будешь выглядеть каким-то суперадекватным человеком. И, опять же, тоже, если смотреть на, ну, людей, которые пропагандируют какие-то там радикальные диеты, они просто очень часто в контрольную группу записывают какую-то там американскую диету, в которой есть, там, 2 литра Кока-Колы и 335 граммов чикен-мак-наггетсов, залитых майонезом каждый день. Ну, тоже, в любом случае, тут ты будешь выглядеть презентабельно. Ладно, знаешь, вот напоследок, о чем я хотел с тобой вкратце поговорить. У тебя недавно вышло видео, достаточно тоже такое, хорошо зашедшее видео, которое затронуло проблему, которую думают многие люди и в Red Pill Community, и за пределами Red Pill Community. Кстати, наверное, в Red Pill Community больше про там падение тестостерона. Но мой вопрос, наверное, будет не об этом, а о том, что, ну, ты однозначно являешься инфлюенсером. Я, конечно, наверное, с натяжкой им являюсь, но у нас посмотрит большое количество молодых людей. И, как сказать, а что вообще молодым людям сейчас стоит делать? Я имею в виду людей, которые чуть младше нас с тобой, наверное, диапазон 18-25, это, я думаю, что, кстати, и в моем, и в твоем случае наибольший процент аудитории, если кто смотрит. Я ошибаюсь? Или... Нет, все верно. У меня постарше аудитории, на самом деле. Не молодые в основном. Ну, где-то вот от 20, да, и выше. Ну, 20-27, 18-25, это то, что я вижу в своих ресурсах. Ну, возможно. А что вообще стоит делать молодым людям в условиях, ну, глобальной, там, индустриализации? Что-то надо ли делать там с тем же тестостероном? Не знаю, что там, всем клэмфианстрат пить? Или, может быть, нужно воздерживаться? Или что-то еще? А как есть смысл... Какие есть смысл предпринимать шаги для того, чтобы понять, чем тебе стоит заниматься? Какие-то есть у тебя мысли на эту тему? Да, я бы сказал, что основные интервенции будут поведенческими. То есть я не могу ничего говорить насчет фармакологии, потому что я просто недостаточно хорошо в этом разбираюсь. Но могу сказать одно. Надо тренироваться, держать уровень жира, ну, например, на 15%, потому что это, судя по всему, типа, оптимальный вариант. Поменьше использовать пластик, поменьше использовать химии, правильно питаться и как бы... и надеяться, что, типа, вот ты живешь в том месте, где на тебя не будет так много тлетворных влияний, которые мы сегодня наблюдаем. Очень сложно сказать, почему там конкретно тестостерон падает. Понятное дело, что основной эффект от ожирения берется. Так что это будет главной линией защиты. Ну и не слишком париться, если у тебя тест, там, 400. Если нет симптомов, не парься. Потому что, ну, у всех, как говорится, разная генетика. Вот. Ну, что касается поведенческих моментов, я боюсь здесь давать какие-то рекомендации, просто потому что все люди очень разные. Я в свое время грешил такими советами, типа, надо быть жестким, надо идти, там, в контры с системой, нужно отстаивать свое мужское эго. Ну, вот во многом то, что Арсен говорит, мне было близко. Но сейчас я понимаю, что очень многие люди, которые идут таким путем, это не в обиду или не что-то... Это я не думаю, что это плохо. Я думаю, что люди, которые идут таким путем, могут часто ломаться. Для меня, например, большое удивление, что я не сломался после того, как меня, там, три раза из школы выгнали, два раза из вузов и так далее. Потому что, ну, мне кажется, что это не совсем адекватно так жить. Вот. Но я думаю, что большинство людей, вот они попадают в эту геноцентричную систему, где ими управляют женщины, и где они с этим соглашаются рано или поздно. И это, конечно, я думаю, что на психологическом уровне оказывают подавляющее влияние. Я не представляю, как это можно вычислить, просто потому что это хронический эффект такой цивилизационный уже последние лет 70, наверное. Вот в странах СНГ еще дольше. Так что боюсь предположить, какое здесь влияние будет на тестостерон. Впрочем, это может быть и не через тестостерон, а просто через какие-то психические элементы, которые вот фенотипически выражаются как недостаток тестостерона. Но на самом деле это никакого отношения к тестостерону не имеет. Ну вот. Так что я бы сказал, просто ведите здоровый образ жизни, и все, как бы это даст большую часть эффекта. Ну да, я, наверное, маленькую ремарку сделаю для справки. Ты часто апеллируешь, потому что ты много читаешь исследования к нормам Запада. Там пишут 400 НГ на децилитр. Ну вот 300 у них нормы сейчас. Ну, ты искал 400 НГ на децилитр. Типа не стоит расстраиваться. У них норма 300-1000, по-моему. 300-800, зависит от лаборатории. Но это, в общем, по-моему, могу ошибаться, что-то типа 15-20 на моль на миллилитр. Я не помню точно пересчет. Ну, можно. А я тоже не скажу. Да. Ну, в общем, да. Глеб сейчас сказал, что... Ну, типа нижние референсные значения. Да, в сущности, знаешь, на самом деле есть люди... И на моей практике я встречаю, у которых тестостерон 15 на моль, они чувствуют себя прекрасно. И есть люди, у которых там тестостерон бывает 40 на на моль. Ну, то есть прям вверх-вверх референсных значений. И они чувствуют себя не очень хорошо. И нет, дело не в том, что у них там GSPG не равен возраст. Он почти ни у кого не равен. Внимание, шок-контент. А скорее просто как бы все упирается в то, что как бы либидо, хорошее настроение и работоспособность... Ну, ты согласен, что это не от одного тестостерона зависит. Там чуть больше факторов. Это очень мультифакторная вещь. Кстати, что интересно, да, ты сказал про процент жира 15%, потом надо тебе скинуть исследование. Недавно находил про корреляцию смерти от всех причин и процента жира. И там, кстати, мужчины лучше всех показались, у которых 20-22. Ну, это вполне может быть, да. Ну, сложно сказать, надо посмотреть, что это за данные. Ну, наверное, 15% ты имел в виду именно с точки зрения гормонального фона. Да. Просто обычно, кстати же, люди, у которых высокий тестостерон, тоже не знаю, для кого-то может быть крытым, они не очень долго живут. Да, это верно. Даже, кстати, это у всех млекопитающих, по-моему, прослеживается, что от крыс, начиная, начиная людей, типа, там самая большая, сильная крысюка, которая альфа-самец, обычно рано умирает, потом занимает ее место другое. Да. Крысюк. Вот. Чего-ничего хочешь добавить на эту тему? Да, думаю, что нет. По-моему, мы хорошо пообщались, много разных интересных вопросов затронули. Да, да. Ну, это, к сожалению, наверное, вышло немножко в формате как интервью. Но, ладно, я каюсь, у меня с самого было интересно с тобой поболтать, и меня часто подкасты попрекают, что я сам очень много раз говорю, гостей даю сказать. Ну, в общем, короче, кто попрекал, вот. Да нет проблем. Хотел сказать плохое слово в камеру, но ты задал сегодня очень высокоинтеллектуальный тон беседы, поэтому мне даже не получается это делать. Ладно, резюмирую, что сказать. Чекните социальные сети Глеба, ну, я оставлю ссылку на YouTube. На что ты хочешь ставить ссылку? Discord, что-нибудь? Да, наверное, просто на телегу, там обычно все анонсы. Ну, короче, да, социальные сети Глеба будут в описании к видео, мои социальные сети тоже будут. Поэтому, дорогие подписчики и не совсем подписчики, подписчики, пожалуйста, поставьте Луиджи, это помогает алгоритмам. Не совсем подписчики, переставайте быть не всем подписчиками, становитесь полноценными подписчиками, ну, и тоже ставьте Луиджи, это тоже помогает. Вот. Да, это был «19 скучных подкаст, и в гостях у меня был Глеб Карпов». Супер. Спасибо, что пригласил. Да, Глеб, спасибо, что пришел, и пойдем уже пожарем, я проголодался. Давай. Да, еще раз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok